Друзья, мы начали запись, и это означает, что формальная часть нашего вебинара началась. Сегодня 1 февраля 2023 года, московское время 16 часов 3 минуты. Сегодня у нас второй вебинар сессии «Зима-весна-2023». Очень интересный доклад, но перед началом доклада я хотел сделать небольшое объявление. Мы связаны с 27 конференцией по холодной трансмутации ядер и шаровой молнии. Редакция, редакционная коллегия трудов закончила обработку материалов конференции, представленных для публикации. Огромную работу в этой обработке провел Пархомов Александр Георгиевич. Ну, можно сказать, там 99,9% работы он провел. Некую такую малую часть остальные люди, Бычков и Зателепин, проделали. Ну и Климов тоже участвовал в этом. Основное сделал Пархомов. Труды переданы в редакцию, вернее, переданы в издательство для публикации. И ориентировочно в бумажном варианте они появятся в районе 20-23 февраля. Примерно через 20-25 дней. Они будут иметь АСБН, то есть они будут зафиксированы в основных библиотеках России и будут в бумажной форме. Электронная форма возникнет несколько позднее, еще примерно через месяц после выхода бумажной формы. Если кто-то из участников вебинара, ну мы это отдельно разошлем письмом, но если кто-то из участников вебинара сейчас, кто меня слышит, хочет приобрести труды, пожалуйста, пришлите мне свой почтовый адрес. Мы попробуем, попробуем, я не гарантирую, потому что мы сейчас ведем переговоры с Озоном, может быть мы туда передадим небольшой тираж, который по обычной процедуре Озона, вот этот интернет-магазин, можно будет купить в Озоне. Цена будет установлена чуть позднее, но она, к сожалению, достаточно высокая. Вот у нас себестоимость получилась, к сожалению, чуть-чуть больше 1400 рублей за том, в котором 37 докладов на конференции, на 27 конференции. Всего там было чуть больше, но там часть отсеялась, потому что довольно слабые доклады по мнению редакции, а часть просто не прислали люди. Всего 37 докладов. Значит, вот такая информация. Итак, фиксирую еще раз, кто хочет получить бумажные труды, пожалуйста, пришлите свой почтовый адрес. При этом надо быть готовым, что придется наложным платежом оплатить при получении порядка 1400 рублей. Значит, вот это все по объявлению и по сегодняшнему докладу пару слов хочу сказать. Значит, сегодня доклад «Странное излучение и феномен Нинель Кулагина». Докладчик Владислав Анатольевич Жигалов, который уже у нас тут присутствует. Доклад будет очень интересный. Он тут, значит, вот несколько обстоятельств. Во-первых, я уже получил от нескольких человек, от нескольких там двух-трех буквально человек, ну, какие-то соображения, не замечания, а соображения о том, что очень уже семинар усложняется, как-то все более и более в какую-то глубину физики устремляется. И некоторым, кто не следит за этим регулярно и не занимается сам, следить сложновато. Вот сегодня, как мне кажется, будет, ну, более такой легкий, что ли, семинар. Зато следующий, на котором будет Бауров выступать, будет, наоборот, довольно тяжелый. Мы тематизировали, но все равно страшно интересный. Это распад. Это будет через две недели. А по сегодняшнему вебинару можно еще вот что сказать. Вот Влад Жигалов, это МИЭД, Зеленоград, он специализируется в неизвестном излучении. Я странное излучение называю неизвестным, как вы знаете, излучением, более подходящий, на мой взгляд, термин. Занимается, специализируется в этом уже довольно давно, вот в нашей, как бы в нашем сообществе. В частности, он, например, является автором первым, кто использовал CD-диски, DVD-диски для регистрации неизвестного излучения. Ранее они другими способами регистрировались. Ну, в частности, там, например, СЕР-39 и другими. Мы ставили бумагу, вот мы ставили, например, я лично и с Барановым, мы ставили тонкую бумагу, вот эту копировальную, на которой, значит, вот оставлялись дырки, там следы. Ну, вот Влад эту идею CD-дисками предложил, она очень оказалась интересной. Сейчас возникли другие методы регистрации, но этот метод тоже интересный остается. Вот он, автор. Значит, сегодня будет он говорить о Нинель Кулагиной и о странном излучении. Хотел вот еще что сказать, что Влад занимался, значит, вот этими вопросами, о которых он будет рассказывать, довольно плотно, давно уже, лет, наверное, 15 назад он начал этим заниматься, а может быть и больше. И даже участвовал в довольно интенсивных общениях на эту тему. Но это было все под маркой торсионных излучений, торсионных полей. А вот на каком-то этапе он произошел, видимо, у него что-то в голове изменилось, вот последнее время. И он увидел некую связь между вот этими вопросами, которые возникали с Нинель Кулагиной и с теми феноменами, которые он сам лично регистрировал с неизвестным излучением. Это шаг очень важный по сближению торсионных каких-то проблем, куда это относилось, ранее относилось Кулагиной. И вот к тому, что мы изучаем, это все-таки не торсионное, а другое. Вот это очень важный шаг. И вот мы сегодня, возможно, станем свидетелями того, что вот это объединение какой-то идей будет происходить. Я закончил, и слово предоставляю Владу Жигалову, Владиславу Анатольевичу Жигалову, для того, чтобы включить свою презентацию. Влад, я сейчас попробую тебя дать. Почему-то я не вижу, почему-то не вижу. А, вот демонстрация из экрана. Сейчас, да. Я пока начну говорить. Коллеги, здравствуйте. На самом деле, я бы не связывал феномен Нинель Кулагина именно с торсионной тематикой. Скорее, это традиционно относится к области парапсихологии. А уже парапсихологию кто-то может там связывать, кто-то не связывает с другими тематиками. Так, сейчас я попробую демонстрацию. Так, запускаю. И надеюсь, что сейчас на полный экран у вас видно, да? Да, все видно. Молодец, здорово. Вот я кадр сменил, это тоже видно. Да, кадр сменился. Бывает с этим проблемы. Ну, коллеги, смотрите, доклад действительно не совсем типичный для данного семинара. Поэтому часть этого доклада про странное излучение, чуть ли не на каждом семинаре об обсуждениях это поднимается. Я как раз в этом докладе буду по минимуму говорить о феноменологии странного излучения. И по максимуму говорить о тех эффектах, которые наблюдались у Кулагина. Вот начнем с того, что Кулагина, ее, к сожалению, не стало в 90-м году, но последние примерно 25 лет ее жизни были посвящены очень плотным исследованиям с ее участием. Именно вот того странного действия, которое она оказывала на предметы, на различные датчики. Первые публичные демонстрации начались в 1964 году. Она вообще из Ленинграда. Многократно завексированное явление телекинеза в различных лабораториях – это, собственно, то основное, что привлекало внимание абсолютно всех. От академиков до простых, так сказать, обывателей. Очень много, на самом деле, вот тут написано несколько лабораторий и институтов, но на самом деле их было много. Их, наверное, были десятки лабораторий и институтов, которые действительно пытались разобраться в том, что же там происходит. Были зафиксированы действительно многочисленные парадоксальные явления, но, к сожалению, они так и остались необъясненными по сию пору. Конечно, были гипотезы, их там отстаивали и так далее. Ну, в целом, я бы сказал, что объяснение вот такого, которое бы всех устроило, тех, кто действительно экспериментировал с ней, не появилось. И что важно, это я просто как бы, чтобы по минимуму возвращаться вот к этому вопросу, да, обычно вот скептики говорят, ну, она же там дергала за разные ниточки, она там магниты как-то куда-то вставляла. Нет, ни одного случая мошенничества в ходе экспериментов лабораторных, в ходе публичных показов не было обнаружено. Это уже постфактум, кто-то говорил, ну, наверное, она делала так, наверное, она делала и сяк. Это я просто говорю, чтобы дальше не возвращаться к этому вопросу, была ли она мошенница. Нет. Кто исследовал? Здесь лишь какой-то неполный список, потому что на самом деле существует проблема, что исследовали это многие, но очень мало кто опубликовал результаты исследований, а практически все результаты исследований, они удивительные результаты открывали. Значит, вот первая и на основе, в основном, вот первой группы, да, лаборатория в Литмо под руководством Геннадия Николаевича Дунева осуществляла серию экспериментов, ну, длительностью примерно 7 лет шли исследования. В Москве академики Кикоэн, Гуляев, Кобзарев, там еще несколько, значит, ну, что-то типа таких полудомашних, что ли, экспериментов, которые дальше переросли уже в лабораторию, в ИРЭ, Академии наук, да, это под руководством Гуляева, Годик нашли эксперименты. Частично, скажем так, они упоминаются в книге Годика, но я бы не сказал, что в каких-то научных публикациях сильно отражены вот результаты вот таких исследований. Совместно с лабораторией в Литмо, значит, работал Горшков из Измирана, часть экспериментов делались в Измиране, ну, и так далее. Вот Ленинградский институт нейрохирургии, Ленинградский университет, Московский университет, там фиановцы в этом принимали участие, институт метрологии имени Менделеева, это в Питере, в смысле в Ленинграде, институт химфизики, ну, и много-много демонстраций, которые невозможно назвать исследованиями, ну, просто публичные демонстрации в различных институтах, а уж тем более без счета демонстрации в каких-то, ну, компаниях, в которых звали гостя, значит, Кулагину и ее мужа. Значит, макротелекинез Кулагина, что это такое? Это перемещение легких предметов по поверхности, горизонтальной поверхности стола, обычно деревянный стол, как и чаще всего, да. Расстояние, на которое предметы двигались под действием, так сказать, вот ее воздействия, ну, 10-30 сантиметров максимум. При этом расстояние от рук до предметов, ну, от 5 до 30 сантиметров. Она не касалась предметов, то есть речь идет действительно о телекинезе, то есть перемещении на расстоянии от, так сказать, причины этого перемещения. Двигались предметы маленькие, весом несколько грамм, металлические и дилектрические в равной степени, то есть материал не сильно, в общем-то, влиял на то, можно это двигать или нельзя. Что интересно, эти предметы были ориентированы в основном в вертикальном направлении, то есть типичный эксперимент, когда, не знаю, там гильзу, например, ставили, да, колпачок авторучки, коробок спичек вот так вот на попа ставили, то есть такие вот вытянутые вверх предметы. Она наиболее, так сказать, ну, легче всего она двигала именно вот такую конфигурацию, постановку предметов, что само по себе интересно. При этом движение удавалось и в открытом эксперименте, когда вот руки и предмет между ними ничего не было, так и в закрытом колпаками разными, то есть предметы ставились под колпак, в том числе такие колпаки, которые, например, вставлялись в пазы, что исключало, ну, возможность, ну, там, дергать за ниточки, то есть когда пазы плотно, в смысле, колпак плотно встает в пазы, да, вы уже там вряд ли что-то можете как-то смошенничать, да, в том числе и под клеткой Фарадея, то есть по поводу, дальше там кое-что будет проэлектрические явления, да, так вот под клеткой Фарадея оказалось, что она вполне может двигать те же самые предметы, что и без клетки Фарадея. Но движение при этом не удавалось, если вот из этого пространства, где находились предметы, откачивали воздух. Это тоже очень важно. Вот чтобы долго не говорить, я вместо этого просто вам фрагмент фильма. Это фрагмент фильма «Девять лет с экстрасенсами» «Киев. Научфильм. 90-й год». В нем мы увидим как чуть-чуть фрагментов любительской съемки 60-х годов. Там качество, ну, совсем плохое, да, и съемки уже, которые были в Ленинграде сделаны в начале 80-х годов и там в конце 90-х годов были съемки выполнены. То есть примерно вот период разный совершенно, да, вот этих вот съемок и с какими-то словами за кадром, в частности, академика Кобзарева. Давайте посмотрим минут пять. Так, а прошу прощения, сейчас не было слышно, да, звука? Влад, звука не слышно. Более того, значит, смотри, там качество тоже не очень хорошее, а ты это уже не первый раз смотришь. Может быть, ты все-таки комментировать будешь? Нет, вот в начале качество не очень хорошее. Тут буквально, может быть, ну, там, не знаю, по моменту дальше будет качество уже съемки профессиональные. Ну, хотя, конечно, вот то видео, которое до нас дошло, вот я просто, ну, на Ютьюбе оно там лежит, да. Академик Кобзарев. Секции московского... А сейчас слышно уже, да? Сейчас слышно, да. ...природы. Дружкин. И рассказал, что вот у него сидят Кулагин, муж и жена. И Кулагин показывает удивительные опыты. Телекинез демонстрирует ему. Не хочу ли я посмотреть? Я сказал, что хочу, приходите. Она тут же у меня продемонстрировала свои удивительные способности. В частности, вот, телекинеза. Вот таково мое было начало знакомства с Кулагиной. Могу представить, каково же было тогда состояние Юрия Борисовича. Человека, наверняка знающего, что этого быть не может. И вдруг увидевшего, что это есть. Думаю, что рядом с удивлением, конечно же, было и сомнение. Иначе зачем было сооружать специальную установку? Зачем, Юрий Борисович? Чтобы совершенно исключить возможность применения каких-либо ниток, о чем всегда скептики говорили. Штаномо просто незаметно для вас приклеивается к предмету нитки, за который и не тянет потом его. Но вот Кулагина передвигала ружейную гильзу, поставленную под колпак пластмассовый, причем края его были врезаны в выфрезерованную канавку на толстой пластмассовой пластине. Тем не менее, предмет, спрятанный под колпаком, значит, двигался. Правда, это движение далось ей очень большим трудом. Интересно, что эти кадры, отснятые группой ленинградских кинематографистов, чудом сохранились. Фильм предписывалось уничтожить, и только потому, что авторы не захотели скомпрометировать Кулагину. Юрий Борисович, мне кажется, что ваше благоприятное отношение не позволило растоптать Кулагину. И более того, глядя на вас, многие ученые тоже решили провести ряд лабораторных опытов на ноль, Сергеевны. Ну а сама Кулагина, как она относится к экспериментам? Надо сказать, что Кулагина человека, который идет легко на встречу с учеными на постановку любых экспериментов, невзирая на то, что постоянно она встречается со скептиками, и людьми, которые пытаются найти с ее стороны обман и жульничество какое-нибудь. Но вот в результате таких длительных контактов с ней можно было убедиться. И она, и муж ее, который живо интересуется способностями жены, являются людьми, задающимися целью. Понять, в чем же суть дела. Это состояние очень вызывается большую энергию, большим напряжением, особенно боль в позвоночнике идет, и слух о потере при этих опытах, потере зрения, резкая потеря даже в другой раз. Кто-то из ученых видит, что передвигается предмет, а я даже не вижу этого. Вот настолько сильные изменения в организме происходят. Я не могу вам никакой природы объяснить. Природа явления должны объяснять ученые, но не я. До сих пор окончательной ясности в механизме телекинеза, такого объяснения, основанного на процессах физических, до сих пор, в сущности, это еще не сделано. Хотя открыто удивительное явление, которое происходит во время этого опыта. Было открыто образование щелчков. Эти щелчки просто были слышны. И вот решили применить микрофоны, и действительно обнаружились такие щелчки, на манер, значит, пулеметных, только беспорядочные, такой пулеметные очереди. Когда она напрягалась, то можно было эти щелчки регистрировать. Визуально, поскольку с микрофона можно было подать на электронно-лучевой осциллограф, на этом осциллографе на экране видели, как эти щелчки идут один за другим импульсом. Это самый первый опыт, который позволил установить контакт с физикой этого любопытного явления телекинетического. Затем выяснилось, что у кулазины из рук вылезают комплексы молекул, и эти комплексы несут на себя заряды. Эти заряды могут быть зарегистрированы с помощью электрометра, расшифрованы. И тут выяснилось, что это полет физических частиц к корпусу. А правда ли, что эти частицы могут вызывать у людей не очень приятные ощущения? При сильном напряжении кулазины или при длительном действии ее частицы, попадая на кожу, вызывают ожог любой степени, вплоть до срубьев. Прохладные ощущения. Так легкое сжение. Нарастает. Нарастает. Быстро нарастает. Быстро только. Прилично уже сжение. Ну, серьезно, серьезно. Все неприятно. Тоже неприятно, да? Это уже не сразу все пришло, и они сразу научились. Да, ну, про биологическое действие тут стоит сказать отдельно. Значит, во-первых, сжение при действии на кожу. Во-вторых, медико-биологические эффекты. То есть она пыталась лечить людей. Дальше тоже я про это маленький-маленький фрагмент ближе к концу доклада будет. И вот, например, очень важные, на мой взгляд, результаты. В 1977 году в Институте химфизики были опыты с мышами с участием кулагины. Пять мышей были облучены рентгеновским излучением в дозе 700 рентген, летальная доза. Две мыши были оставлены в контроле, погибли через 15 минут. На остальные три мыши воздействовало кулагина. Мыши оставались живыми в течение четырех часов. Вспоминаем результаты Пряхина, вспоминаем результаты Панчелюгии недавние и так далее. То есть вот что некая связка со странным излучением, но это я буду уже ближе к концу доклада. Вот некий опыт, который демонстрировал на самом деле странное явление. То есть когда вот сейчас академик Обзарев говорил, что вылетают из рук частицы, а в то же время предметы двигались под колпаком. То есть это вот парадокс, который мы опять-таки вспоминаем, парадокс стенок реакторов странного излучения. Значит, воздействие на аналитические весы. Тоже весы были отделены экраном, стеклянным экраном, и она на расстоянии 30-40 сантиметров пыталась воздействовать на вот эту вот чашечку аналитических весов. И у нее получилось, весы зашкаливали, вот как бы предел в 100 миллиграмм был превышен. Действие на подвешенные предметы, что интересно, мне не удавалось, если предмет не стоит на поверхности, но подвешен, сдвинуть его не удавалось. Но было продемонстрировано воздействие на висящую чашку торсионных весов, но установить, на что происходило воздействие, на чашку или на стержень, не удавалось. Движение стрелки компаса – это на самом деле то, с чего Кулагина обычно начинала свои демонстрации. Чисто для того, чтобы войти в форму. То есть она медленно, на видео это было, наверное, немножко видно, она медленно совершала такие движения руками над компасом, и стрелка начинала увлекаться движением руки. Воздействие на железные и медные опилки. Это просто для того, чтобы понять, что там с магнитным действием, можно ли это объяснить действием магнитного поля, потому что если стрелка откликается, можно заподозрить, что она является источником магнитного поля. Опилки медные и железные, они рядышком так вот насыпались ровным слоем, и накрывалась это калькой, и плагина руками двигала на расстоянии, опять-таки, примерно полметра от поверхности стола. И оказалось, что и железные, и медные опилки изменяли свою конфигурацию. То есть она их там передвигала как-то вот так вот дистанционно, одинаковым примерно, так сказать, образом. То есть заподозрить, что это именно магнитное поле в случае медных опилок уже было сложно. И, наконец, группа Дульнева была первой, кто проводила такие эксперименты уже с магнитными датчиками. Значит, во-первых, обычное магнитное поле постоянное не превышало норму. То есть вот практически у любого человека будет какие-то там десятки нано-тесла. Это обычный биомагнетизм. Но парадоксальным образом реагировал германиевый датчик Холла, и еще там был феррозондовый, значит, датчик. Он регистрировал такие импульсы. Причем импульсы очень большие. И вот там, скажем, зонд прибора Е11-3, это вот как раз датчик Холла, до одной сотой Теслы доходили вот эти вот импульсы. Интересный эксперимент был сделан с магнитной мешалкой. Здесь магнитная мешалка, она была мешалкой в переносном смысле. В том смысле, что она работала, но на вот металлическом столике магнитной мешалки ставились предметы, которые пытались двигать Кулагина. И оказалось, что если вот это вращающееся магнитное поле под этим столиком было включено, она не могла передвигать предметы по этому столику. А если магнитное поле было выключено, она вот при той же постановке на том же столике двигала предметы. При этом это был слепой эксперимент, Кулагина не знала, в данный момент включена ли магнитная мешалка, или выключена. Тепловые эффекты. Ну вот Дульнев Геннадий Николаевич, он вообще-то был профессиональным теплофизиком, теплотехником. Ну, помимо того, что он вообще-то в тот период руководил вообще этим институтом, Литмо, он был ректором. Он использовал различные датчики. Во-первых, датчик теплового потока. Значит, тепловизоры, термопары, разные термометры. И наблюдался такой парадокс. С одной стороны, наблюдалось, ну, то есть, вот, ну, как бы человек, если вот она действовала на кожу человека, он чувствовал жжение, как будто вот большая температура. И действительно, вот эти симптомы были именно как от ожога. Но при этом изменение температур ни у Кулагины, ни у испытуемого, ну, у человека, на который направлено это воздействие, не было. Датчик теплового потока показывал при этом броски тепловых потоков, которые никак не коррелировали с показаниями термопар, которые были встроены в эти датчики тепловых потоков. Ну, вот, эксперимент в книге Дульнева, значит, описан следующим образом. Здесь, на самом деле, три вот этих оператора было задействовано, одним из операторов была как раз Кулагина. Вот здесь, на поверхности стола располагался компас для того, чтобы, ну, как я уже сказал, Кулагина просто тем самым она вообще, в принципе, проверяла, а может ли она сейчас что-то показать. То есть, вот если стрелка компаса она крутит, то, значит, вот что-то еще может показать. Значит, тепломер со встроенной термопарой, вот шесть, и термопара вот здесь вот внизу, и, наконец, крышка из оргстекла. Вот на такую конструкцию измерительную, значит, пробовали действовать вот три оператора. Оказалось, что воздействие вот по вот этим приборным показаниям было у Кулагиной и Благарского, значит, оператора Казанжиева было не тепловым, то есть температура не менялась, но при этом датчик, ну, тепломер показывал тепловой поток, а вот еще один оператор Здравкова, тоже из Болгарии, она, ну, вот, сопровождалась это изменением температуры, по крайней мере, да. Многие эксперименты были проведены, когда термопару и вот этот вот тепломер просто прикрепляли к коже к Кулагиной, и тоже было странно, что тепломер показывает броски, ну, вот наподобие вот таких вот, да, то есть вот видно, что в разы там повышается тепловой поток, но температура при этом не менялась. Там же в Литмо были поставлены эксперименты оптические с лучами лазера, значит, что мы здесь видим, ну, в основном вот посерединке вот это кювета, которая наполнялась газами, и еще в одном из вариантов эксперимента просто там был вакуум, газ откачивался, лазер, лазерный луч проходит, это пятиходовая кювета, то есть он проходит пять раз внутри вот той среды, которая внутри этой кюветы, и выходит дальше, измеряется вот интенсивность лазерного луча, но это дифференциальная на самом деле схема, то есть вот дальше два плеча сравниваются до кюветы и после кюветы, ну, для повышения надежности измерений. Использовались лазеры с длиной волны 0,63, 1,15 и 10,6 микрона, и еще микроволновое излучение, клестрон, значит, длиной волны 4 миллиметра. Использовались газы, воздух, азот, юблекислый газ, ну, и вакуум. Что, значит, получалось? Эффекты были такие, во-первых, не было зарегистрировано ослабление лазерного излучения на длинных волн, значит, видимого и ближнего ИК диапазона, но существенное ослабление, такое импульсное ослабление, скажем так, то есть такие как бы рассеяния, скажем так, лазерного света, да, было с длиной волны 10 микрон и микроволнового излучения при заполнении газами. Если же откачать кювету, никаких эффектов вот такого рассеивания луча лазера не наблюдалось. Ну вот, график, да, вот как это выглядело. То есть Кулагину просили повторить эксперимент, то есть вот один раз она, значит, вот так сделана, там через какое-то время начались вот эти эффекты, да, это вот ослабление, как раз ослабление лазерного излучения. А потом попросили также абсолютно сделать, чтобы повторить эксперимент. Ну вот более-менее, хотя немножко с другими временными параметрами, она это повторила второй раз. Там же были проделаны профессором Альтшулером, проделаны такие эксперименты тоже с лазером, тоже оптика, но через жидкости. То есть спирт окрашивал сокрасителем, кювету длиной 40 сантиметров, через него пропускался луч лазера. И здесь на экране можно было видеть пятно этого лазера. Оказывалось следующее, во-первых, пятно как бы немножко колебалось, да, то есть ее яркость менялась, оно в общем-то колебалось. И можно было заметить, это был стеклянный цилиндр, можно было заметить, что там вот по ходу лазерного луча возникают такие, ну, искорки, не искорки, ну, в общем, какие-то неоднородности. Эти неоднородности, вот лучше я процитирую, по визуальным оценкам указанные неоднородности имеют вид тонких, нитевидных частиц или образований размером порядка одного миллиметра. Появление этих образований хорошо коррелировало во времени с повышением уровня шума в регистрационном канале. То есть что-то здесь начинает рассеивать свет, и мы это видим на экране. И при этом это был уникальный как бы такой феномен, то есть другие экстрасенсы не могли, в отличие от Кулагина, добиться такого эффекта. Акустические эксперименты, они, видимо, делались в разных лабораториях, то есть вот то, что я показываю, это в лаборатории Дульнева, и Кобзарев, академик Кобзарев тоже говорит, но это, видимо, уже в московской лаборатории, значит, с микрофонами. Значит, применялись микрофон, импульсный шумомер, это все, значит, на измерительный монетрофон записывалось. Получалось импульсное, опять-таки, воздействие, то есть вот видны такие броски на два десятка, наверное, децибел над шумом, над уровнем фона. Микрофон располагался на расстоянии порядка 10 сантиметров от ладони оператора, она не трогала микрофон, она вот немножко так складывала такую сферу вокруг этого микрофона и длительность колебалась, ну, какие-то там буквально, может быть, миллисекунды и вплоть до микросекунд длительность вот таких вот импульсов была. Ну, и вот расчеты показали, что вот этот вот шум, ну, то есть вот такое воздействие, импульсное, до 90 децибел, оно должно создавать давление порядка одной десятой грамма на сантиметр квадратный и вот дальше это число у нас еще всплывет. Ну, вот здесь это, собственно, во времени, да, как это выглядело, вот этот вот спектр. То есть, в принципе, видно, что это ультразвук и звук, то есть в разных, как бы, частотном диапазоне, ну, это импульсное воздействие, понятно, так и должно быть. Другие эффекты, я просто их так перечислил, значит, вот пережигание ацетатной нити, сейчас я покажу фрагмент видео с этим экспериментом. Она засвечивала рентгеновские пленки, вот как обычно их используют в пакетах из черной бумаги, значит, в обертке из алюминиевой фольги под двумя миллиметрами свинца. Значит, мы на видео, вот на предыдущем отрезке видео видели, как она двигала спички, при этом там видно, что двигается вся куча, да, спичек, но у нее еще были такие опыты, когда она, ну, ее просили вот именно конкретную помеченную спичку двигать, чтобы остальные не двигались, это ей удавалось. Левитация теннисного шарика, вот в этом фильме это не показано, но там, тем не менее, это как бы известный факт, потому что она просто вот держала вот так вот в руках, по сути, ну, какое-то время там подвешенный теннисный шарик маленький. Еще интересный эффект, Кулагина говорила, что она всегда чувствует, движется ли предмет. В ряде экспериментов делали так, закрывали, то есть визуально она не видела этот предмет, который она двигала, ну, пыталась его двигать. И она всегда могла сказать, движется ли предмет, получается у нее или нет. И, наконец, была такая серия экспериментов, измеряли проводимость в воздухе между двумя металлическими пластинами на расстоянии, там, по-моему, 15 миллиметров, и оказалось, что она образовывала проводящий канал в воздухе, вот опять-таки так вот удаленно, не помещая туда свои руки, а вот за пределами этого воздушного промежутка. Дальше я про этот эффект еще расскажу. Ну, вот давайте еще фрагментик один небольшой из того же... Профессор Больф. Нельзя сказать, что я верил в возможности наличия таких феноменальных, уникальных свойств, будь то и Кулагина, будь и другой. Эти химические опыты немножко из того, как Фома Неверующий был переобращен в другую веру. Елена Сергеевна имеет способность воздействовать на пластическую массу таким образом, что оставляет на ней след. Фактически дактилоскопический отпечаток. Прошу вас, пожалуйста. воздействие на пластмассу заключается в том, что, как мы сейчас увидим, здесь будет помутнение, меняется структура. Да, как вы снимаете? Вас интересует, что можно нанести на руку, чтобы не смыла вода и не смыл спирт. Появились отпечатки. Эта пластмасса не боится кислоты, она боится растворителей. Чтобы начать растворять, растворитель должен быть в жидком состоянии. А как удержится в жидком состоянии растворитель, который был снят водой, а потом еще и спиртом нет контроля на пластмассе. Я могу сколько угодно работать. И даже касаться ничего не получится. Не надо. Может быть, я тут не так. Хватит. Нет, подождите. Подождите. Растворитель на руках в твердом состоянии. Например, порошок. Значит, порошок, коснувшись этой вещи, ничего не может есть делать. Чтобы вещество взаимодействовало, необходимо, чтобы оно было растворено. А мы имеем первое вещество. Это не смывается? Нет, это можно как угодно. Дайте спирт, попробуем смыть. И тампончик мне, пожалуйста. Спасибо. Спирт. Осталось навсегда. Знаете, руки? Золотые руки. Какой кислоты нет у меня? Нет, у вас нету магнитов возле талии еще где-то. Но магниты здесь ни при чем. мы начинаем. опыт с ацетатными нитью. Ацетатная нить. Вот она. Нелла Сергеевна воздействует. Нить оторвется. Вы натяните леонету наоборот, потому что она провисает. Я специально нить не натягиваю, чтобы не было впечатления, что я помогаю разорвать ее. нить порвана. Разрыб, который сделала Нинелла Сергеевна, какой природы, я не знаю. Никто не знает. Вот это феномен кулагиных действий. И все же, неужели эту нить нельзя все-таки как-то чем-то растворить? Ну, ацетатную нить можно растворить из диацетата целлюлеза ацетоном. А где ацетон запах чувствуется? Вы не чувствовали? Я тоже присутствую и не чувствую. Я боюсь даже версии. сегодня мы не готовы серьезно обсуждать версии. Что мы знаем сегодня? Мы сегодня знаем, что существует феномен кулагины. Это мы зафиксировали много раз. Я даже считаю, что объяснение в какой-то мере сегодня вредно. Потому что любое неловкое, нелогичное, нестыкующееся объяснение приводит к тому, что начинается профанизация. Этим пользуются люди, которые не верят в это. А вот накопив большое количество разноплановых экспериментов, вот тогда можно как-то попытаться состыковать все, что накоплено и выдвинуть какую-то гипотезу. Ничего не нагревается от ее воздействия. То есть это не термическое воздействие это не термическое воздействие. Дорогие. Ну, я думаю, хватит, потому что энергия, расход сил очень большой у Владимира. Профессор Балезек. Нам повезло, мы имели возможность наблюдать способности Нелы Сергеевны и что сразу хотелось бы подчеркнуть. Понимаете, они очень многообразные, они касаются и таких заболеваний, как воспалительные, там, сосудистые, отплевые и так далее. Ну, сразу скажу, что мы не заставляли Нелы Сергеевну заниматься лечением. Ну, уж, что это то есть, в самых отчаянных случаях мы действительно к ней иногда обращались. Бывают такие случаи, когда уже стоит вопрос об ампутации. Нужно отрезать ногу, поскольку она уже погибла. И тем не менее, каким-то непонятным пока для нас образом, Нелы Сергеевна имеет возможность восстановить проходимость сосудов и все потом обходится. Ну, вот, у Геннадия Дульнина как раз началось его знакомство с Кулагином с того, что, во-первых, он был в компании, куда его пригласили, и где Нинария Кулагина демонстрировала свои вот такие чудеса, а затем она предложила его полечить, потому что, ну, вообще-то, Геннадий Николаевич, кто с ним был знаком, он вообще-то был спортсменом, очень таким активным, здоровым человеком, но в тот момент у него были какие-то там, значит, стрессовые, стрессы на работе, что-то у него, врачи ему вот не могли помочь, а он как спортсмен, альпинист и так далее очень сильно еще от этого переживал. Нинария Кулагин сказал, да, у вас там ерунда, у вас просто там какой-то там тромб образовался, что-то такое, я сейчас его прочищу и все. И к удивлению, к удивлению Дульнина, она это сделала, он потом в какой-то момент почувствовал себя абсолютно здоровым, и он очень крепко задумывался. Обычно с этого и начинается ну как бы вот исследование таких странных феноменов. Человек должен очень крепко задумываться, а для этого ему нужно, его нужно поставить очень жестко перед фактом. Вот многие, кто исследовали этот феномен, они в общем-то начинали с того, что и очень жестко поставили перед фактом. И вот очень интересный, ну это не то, чтобы факт, это скорее интерпретация, да, вот когда эксперименты с проводимостью вот 15 миллиметров воздушного промежутка между двумя электродами металлическими, это все было закрыто от внешней среды коробка из оргстекла, толщина стен 6 миллиметров, напряжение подавалось 9 вольт, она увеличивала ток, ну то есть это понятно, что воздух в этих условиях это изолятор, но она добивалась тока до 200, здесь написано миллиампер, нет, конечно, не миллиампер, микроампер, прошу прощения. Ну короче, вот на 12 порядков увеличивало значение тока. И в специально спланированных экспериментах Кулагина была способна целенаправленно снимать электростатический заряд. То есть вот это, то что назвали электрическое биошунтирование, это не только для Кулагина было характерно, есть такое явление. И вот возвращаясь к тем результатам экспериментов с акустикой, с тепловыми приборами, потом родилась версия, где-то это в середине 90-х годов уже появилась в журнале биофизика, была статья, где выдвигалась гипотеза, что вот такие вот очень странные воздействия на разные совершенно датчики, они могут объясняться, ну не то, что объясняться, но интерпретироваться, как вот она оказывала воздействие не столько на чувствительные вот эти там датчики Холла, на микрофоны, там еще на что-то, она воздействовала на электрические цепи, то есть что-то где-то она перемыкала своим вот этим агентом, который вот у нее как-то был связан с ней. Еще нитевидные каналы так называемые, да, я, к сожалению, чем вот ситуация не очень хорошая, то, что многие группы, которые что-то исследовали, да, не опубликовали должным образом в научных статьях или там монографиях эти результаты, и они то и дело всплывают в каких-то других опубликованных работах, скажем, вот группа Дульнева, пожалуй, была единственная группа, которая поступила, ну вот как нормальные ученые должны поступать, то есть то, что они видели, опубликовали, гипотезы выдвинули, сами же покритиковали свои гипотезы, потому что они там на самом деле не очень хорошо все объясняют, вот, ну а дальше разбирайтесь, многие просто вообще ничего не публиковали, так вот, есть свидетельство того, что вот помимо тех оптических контролируемых экспериментов, да, что где-то даже на киносъемках это видно, что из ее рук летят какие-то частицы или даже можно назвать тонкие нитевидные каналы, вот эти образования, они не были светящимися, но они были видны при некоторых условиях освещения, то есть на темном фоне, если так вот с ледной стороны осветить, можно было заметить, опять-таки при некотором напряжении, что что-то там летит, какие-то материальные частицы, вот то, о чем Кобзарев тоже говорил, вот что это такое, на самом деле, конечно, никто так и не разгадал, ну вот теперь перейдем все-таки к теме странного излучения, ну я не буду пересказывать феноменологию, я на каждом своем докладе, их было несколько, там за последний только год, много чего рассказывал, показывал, да, просто упомяну, что это тоже, ну как бы, такой феномен, который уже там через второе десяток лет перевалило, изучается, нет общепризнанной теории, которая бы всех устроила, некоторые даже отрицают вообще, что это какой-то, что это феномен, а не просто там кому-то что-то показалось, да, и тоже парадоксальные свойства, парадоксальные свойства, я перечислю, ну самые, пожалуй, парадоксальные, да, известно, что источники странного излучения бывают герметичные, там что-то или взрывается, как у Рудскоева, или там, скажем, никель с водородом вступает в какую-то реакцию, а там это все откачивается, там вакуумные оболочки тоже, то есть герметичные оболочки, при этом чувствительные материалы вокруг получают треки, и вот нами было показано, что есть действительно область ближняя, да, порядка 20 сантиметров, где эти треки образуются, а дальше они падают просто, ну на два порядка интенсивность их падает, получается, и более того, эти треки, судя по вот то, что показывает электронная микроскопия, атмосиловая микроскопия, ну и в принципе и оптика тоже, образованы движением каких-то твердых частиц, или качением, или скольжением, и получается парадокс, что-то должно вылететь и, ну как бы, пройти через стенки, да, чтобы оставить потом эти следы на чувствительных материалах, но стенки остаются нетронутыми, вакуум не нарушается. Треки-близнецы тоже очень странная вещь, ну как-то, я не знаю, как ее кто-то объяснил или до сих пор, но есть ли теория, есть ли гипотеза, которая это объясняет, то есть треки, которые, конфигурация которых абсолютно совпадает друг с другом, и они, как правило, вот эти треки-близнецы, они расположены на расстоянии ну нескольких миллиметров друг от друга, то есть такие группы, получается, треков, они, видимо, образуются одновременно, и те силы, которые движут эти частицы по поверхности чувствительного материала, они как бы синхронно сразу двигают несколько таких частиц, ну их порядка, там может быть, десяти, там может быть, в каждой группе, и, наконец, зеркальные треки, то, что и Войлов открыл, тоже очень странная вещь, вот, ну я не буду сейчас подробно вот во все это погружаться снова, да, значит, перейдем к гипотезе, да, почему я пытался вообще связать эти две разные, совершенно непонятные, значит, вещи, ну, во-первых, я сразу могу сказать, сложив два непонятных феномена, мы их не объясним, но можно двигаться таким способом, значит, давайте предположим, что оба этих феномена имеют некую общую природу, дальше там будет табличка, где параллели вот этих вот разных явлений указаны, давайте предположим, что Ниналья Кулагина была сильным источником странного излучения, и не просто сильным источником, она могла им управлять, она говорит, и это многие тоже ученые говорили, которые с ней работали, она этот феномен, этот дар в себе еще развивала, то есть сначала она, ну, как бы заметила, что когда она очень сильно, какие-то эмоции какие-то отрицательные, вокруг нее начинают двигаться предметы, она это заметила и стала целенаправленно пытаться этот дар в себе развить, и вот, по крайней мере, то, что она могла действительно перемещать предметы, более того, адресно перемещать предметы, вот спичку из кучи дистанционно попробуйте передвинуть, это вообще не невероятно, а вот управляемое странное излучение высокоинтенсивное, что еще важно, вот в этом и в странном излучении, и будем называть это К-феномен, твердые микрочастицы действуют на различные предметы и приборы, это вот, как бы, такая линия объяснения, которую я вот предлагаю, для обсуждения. Почему твердые? Ну, вот смотрите, с треками странного излучения, я это уже там много раз обосновывал, говорил в своих докладах, почему в случае Нинальку Лагиной. Вот, представьте себе, что тоже частицы, так же, как и в странном излучении, они действуют на чувствительный материал, они его, как бы, вот так вот чиркают, да, не просто чиркают, но и движутся вдоль поверхности, оставляя следы, а значит, разрушая эту поверхность, значит, есть какие-то силы, прижимающие эти частицы поверхности. Как Нинальку Лагина могла двигать предметы дистанционно? Нужно предположить, что примерно то же самое происходило, то есть, некие частицы, непонятные пока природы, я не могу сказать, какие, двигались по поверхности этих тел, и двигались так, что в итоге этот сам предмет передвигался. Более того, вспомним тот факт, что ей легко удавалось движение именно вертикально расположенных предметов. Как мы можем вот так вот себе модельно представить, как можно двигать вертикально расположенный предмет типа гильзы, например, оружейной, или какой-то цилиндр такого длинного, тонкого. При этом они не ронялись, то есть в основном она двигала очень осторожно, эти предметы не ронялись. Нужно преодолеть силы трения, покоя, во-первых, во-вторых, так подвинуть, чтобы предмет не опрокинулся, то есть действовать еще как-то или на всю поверхность, или же действовать строго в центр тяжести, силу направлять. То есть сначала нужно этот предмет немножко приподнять, то есть компенсировать его вес. Это тоже в принципе, если бы этими частицами можно было произвольным образом как-то управлять, наверное можно задать каким-то способом направление движения этих частиц и немножко его приподнять и дальше уже двигать. Иначе вы просто этот предмет скорее всего прокинете. Мы, конечно, не можем сейчас на этом этапе объяснить и К-феномен и феномен странного излучения, но некоторые параллели и аналогии все-таки я укажу. Во-первых, силовое воздействие странного излучения. Я напомню, что для того, чтобы частицы действительно оставляли такие следы, нужно предположить действие сил. И исходя из характеристик тех предметов, тех чувствительных материалов, например, тоже поликарбонат, можно вычислить просто порядок сил, которые для этого нужны. Они оказывались на один трек, на одну такую частицу, которая движется, порядка одной тысячной ньютона. Много это или мало, можно перевести в граммы, если это сила. Порядка одной десятой грамма. Вспомним, что из акустических результатов, когда измеряли эти импульсные акустические воздействия, там получалось порядка одной десятой граммы на квадратный сантиметр. Если у нас группа треков, а треки в наших исследованиях образуются в основном группами, порядка 10 штук в группе, тогда получается, что каждая такая частица будет действовать опять-таки своей силой, и тогда мы будем иметь на одно такое пятно, на одну такую группу, то есть примерно на квадратный сантиметр, один грамм силы. Это уже заметные силы, и действительно такими силами можно сдвинуть легкие предметы. Дальше. Вопрос, на который нет ответа. Откуда берутся и куда исчезают частицы, образующие треки? Вот этот феномен, что Кулагина, располагаясь снаружи этого колпака, движет предметы, при этом очевидцы утверждали, что они просто видели, как что-то там, какие-то частички летят, но как эти частички проникают через многомиллиметровые колпаки. здесь нужно предположить, что твердые частицы, которые там оставляют треки, которые приводят к движению, действуют, они на самом деле это промежуточная короткоживущая фаза этого агента. То есть понятно, что что-то должно вылететь, что-то должно преодолеть эту стенку, а потом собственно стать твердой частицей. Тут дальше можно конечно спекулировать, как это происходит, что это за физический процесс. Например, опять-таки в рамках такого совсем спекуляции, что предположим, что-то вылетает, вот давайте ближе уже к странному излучению, что-то вылетает из реактора, оно имеет невещественный вид, то есть в примере не твердой, не газообразной, не жидкость, но что-то все-таки вылетает. Потом это что-то, этот сгусток чего-то начинает скажем реакции ядерной превращения в воздухе, просто вспомним, что в вакууме не получается у Палагина двигать предметы, значит, очень важно, чтобы там была среда, чтобы было из чего делать эти частицы, материальные частицы. Потом они, мы не знаем, из чего они там, ну, как бы, их материальный состав, их вещественный состав, мы не знаем, элементный, но предположим, что дальше в этой фазе эти частицы начинают как-то взаимодействовать с поверхностью предметов, материалов, именно на этой стадии уже там микрофоны начинают, значит, как-то там реагировать, на этой стадии уже внутри кюветы стеклянной рассеивается луч лазера, на этих, опять-таки, частицах, потом они куда-то деваются, куда, это хороший вопрос. Вот я хочу теперь немножко дополнить вот эту гипотезу теми результатами, я, честно говоря, не помню уже, я про них рассказывал или нет, вот недавно писал новую статью, там они точно будут, значит, здесь в чем заключался эксперимент, это совместно с Александром Георгиевичем Пархомовым, вот его реактор с лампой накаливания внутри, охлаждаемой водой, вот здесь ставились диски на расстоянии, буквально чуть ли не вплотную к этой трубке кварцевой, эти диски вот 5-7 миллиметров от краешка здесь располагались, они еще друг от друга располагались на расстоянии примерно двух сантиметров один относительно другого, здесь вот этими точками показано, где чувствительная сторона этих дисков была, то есть, что мы потом смотрели, мы смотрели именно вот нижнюю поверхность этих четырех дисков, вот статистика треков, дальше мы посчитали сколько треков получалось, тут, наверное, не знаю, может, неделя была экспозиция, да, только нижний диск, который смотрел вот совсем вниз, и здесь ничего не было, показал заметное количество треков, это миллиметры на диск, то есть, суммарная длина треков, а остальные диски показывали, ну, или совсем какое-то незначительное число треков, или вообще не показывали, то есть, вот контроль, вообще ноль треков, да, и диск D тоже, например, ноль треков он набрал, но помимо треков иногда возникают вот такие образования, я их назвал здесь диффузные пятна, посмотрите, вот что-то такое, какой-то след, даже сложно сказать, ну, разряд, или еще что-то, да, вот такие вот с краешка, вот здесь стрелочка, на самом деле, показано направление, вот там, где была колба, вот это вот, где был источник странного звучания, да, то есть, вот я эти фотографии, вот это диск B, диск C, диск D, я напомню, как они располагались, вот B, C и верхний диск D, видно, что примерно в одной и той же области, где они стояли, вплотную, где-то вот к источнику странного излучения, к этой вот кварцевой трубке, ну, как будто бы что-то тут такое, не знаю, взорвалось, вспыхнуло и так далее, какие-то следы остались, здесь, а, что еще интересно, ни один из этих дисков практически не набрал обычных треков, то есть, вот эти треки, они не посчитаны, как треки, треки, они выглядят совершенно иначе, в этом масштабе даже, можно сказать, и незаметно было бы, это какие-то вот очень-очень тонкие такие следы, да, это совершенно другое, то есть, на этих дисках, в отличие от диска A, который внизу располагался, треков практически не было, но было вот нечто. еще один пример, это уже более ранний эксперимент, это 2018 год, и совсем другой реактор, никель водородный, тот самый реактор горячий, да, который проработал 7 месяцев в лаборатории Пархомова, диск ставился на расстоянии 10 сантиметров от этого включенного реактора, и тепловая компонентная излучение, она отсекалась, вот шторка из фольги, по опыту, в принципе, на таком расстоянии диски можно спокойно ставить, если такую шторку применять, они практически не нагреваются, но образуются вот те же самые странные диффузные пятна, причем здесь вот видно, что вот центр располагался вот где-то вот, ну там, на самом диске, да, и вот поползло-поползло, что это такое, я не знаю, и у меня, кстати, нет уверенности, что это вообще на поверхности диска, дело в том, что вот эти CD и DVD диски прожигаемые, они ведь как устроены, это на самом деле два склеенных блина, посередине находится тот чувствительный материал, который, собственно, и прожигают, когда используют диски по назначению, но мы используем здесь их, понятно, не по назначению. Я когда просто смотрел микроскоп, вот эти странные разводы, я что-то не замечал, чтобы вот эти вот штуки, они, ну, они бы на поверхности были как матовые, да, ну, то есть, когда вот на свет так вот смотришь, чтобы отражалось, я этого как-то не замечал. Вполне возможно, что это было именно в том промежуточном слое диска, ну, к сожалению, сейчас вот я не могу это дело проверить. Итак, давайте перечислим хотя бы некоторые параллели, да, вот среди этих феноменов. Ну, во-первых, вот тот самый, тот самый, самая странность, что треки образуются за пределами реакторов, но они должны как-то вылететь, да, вот эти частицы должны как-то вылететь. Это в случае странного излучения, и в случае К-феномена, движение предметов за преградами. Дальше. Известно, что, ну, это был всего лишь один эксперимент, но тем не менее, Пулагина не могла передвинуть предметы, когда включена магнитная мешалка. И мы знаем, что во многих экспериментах, начиная с первой публикации Руцкоева, было, значит, замечено, что как-то связано магнитное поле и странное излучение. Дальше. Вот это вот импульсная реакция различных измерительных приборов на воздействие Пулагина имеет тоже параллель. Самые разные детекторы, вот рядом со странным излучением, они как бы показывают импульсы. Кто-то берут счетчик нейтронов. Раз, там, нейтрон. А нейтрон ли это? Это большой вопрос. По-моему, в публикациях Руцкоева, вот, Леонид Турбекович, если я не навру сейчас, да, поправят, там измерялась даже вот эта скорость распространения этого излучения, там порядка десятка, полуметра в секунду, там тоже какой-то один импульс, потом следующий импульс у другого прибора, который располагался, значит, на каком-то другом расстоянии. Да, то есть вот некие импульсные срабатывания самых разных детекторов здесь тоже наблюдаются. Движение предметов в целевом направлении. Ну, вот такая здесь параллель, что на самом деле мы располагали самым разным образом вот наши эти диски и другие материалы, и как не располагать, все равно треки образуются. То есть получается, что это излучение, оно может как бы обволакивать, излучение, это уже совсем какое-то странное слово по отношению к этому феномену, да, там вот в случае именно Эль Кулагина. В общем, этот агент, он может как бы с разных сторон подходить к поверхности и действовать с разных сторон. Дальше. Засветка рентгеновской пленки в конвертах. Прямая аналогия, да, то есть от источников странного излучения тоже наблюдалась засветка рентгеновской пленки. Эти треки, как обычно, рентгенская плетка, ее же потом проявляют, а значит, экспозиция происходит внутри светонепроницаемых оболочек, да, и все равно там образуются треки. Дальше. Я уже говорил про порядок сил, что, ну, более-менее сходятся, да, то есть вот те силы, которые должны быть, чтобы образовывать вот такие царапинки на поверхности материалов, ну, порядка одного грамма на квадратный сантиметр, и требуемые силы для движения предметов вот в экспериментах телекинеза, ну, тоже порядка нескольких грамм. И вот прямо тоже прямая аналогия, да, что эффект от странного излучения биологический на мышек, вот такая протекция, что ли, да, радиопротекция, когда мышки, пораженные гамма-излучением или рентгеном, они дольше жили или вообще как бы выживали, да, то же самое, прям вот один в один тот же самый эффект. Ну, и такая открытая, скажем так, параллель, да, отсутствие эффектов в вакууме у Ниналь Кулагиной, это повод подумать, а как можно поставить некий эксперимент с вакуумом, да, в случае со странным излучением, на будущее. Небольшая реплика по поводу того, ну, как сравнить интенсивность вот того странного излучения, которым может быть оперировала Кулагина, сравнить с интенсивностью вот тех источников, которые мы, например, наблюдаем. Ну, опять-таки, по порядкам величин, да, типичная экспозиция наших дисков у работающего реактора была порядка недели. В среднем от самых разных источников странного излучения, от самых разных реакторов наблюдалась примерно одна и та же величина суммарной длины треков на один диск, порядка тысячи миллиметров. средняя длина трека, ну, тоже так оценить, ну, там, несколько миллиметров, предположим, пять, поделим эту тысячу на пять, получается, что в среднем вот на диск набирается 200 треков, да, и если мы, опять-таки, по порядку величины в каждой группе, они там сгруппированы вот такими параллельными треками, да, в каждой группе по 10 треков, ну, и получается, что одна группа треков образуется в среднем за 8 часов. Это довольно редкие события, и если сравнить это с тем, что Нинель Кулагина, ну, разумеется, по просьбе там экспериментаторов, демонстраторов, да, она все-таки двигала по своему намерению эти предметы, то есть она могла в произвольный почти момент времени начать движение и его остановить, но мы видим, что мы, в общем-то, далеко находимся по шкале интенсивности от Кулагины, то есть у нас это скорее некие случайные события, которые мы должны набрать за какое-то большое время и дальше уже там с этими событиями как-то статистику накапливать, да, вот здесь, конечно, возникает такая проблема, что где найти такой источник странного излучения, но вот все-таки я дошел до выводов, да, мы можем вот взять такую гипотезу, да, что и природа странного излучения и К-феномена, она общая, мы можем поставить эксперименты, ну, запланировать, обсуждать, поставить эксперименты, аналогичные тем, которые были проведены вот тогда в 60-80-е годы прошлого века с Нинель Сергеевной Кулагиной, ну, вот, и по поводу именно телекинеза, то есть, если силы действуют на вот эти вот образцы, ну, можно сделать так, чтобы мы это видели именно как кинетические эксперименты, то есть, движение предметов под действием вот этих вот непонятных частиц, акустические эксперименты, то есть, нужно ставить специальные такие установки, да, чтобы, пусть это будут редкие события, но мы должны выделять эти редкие события, ну, в том числе и по акустике, это должны быть какие-то акустические колебания. Тепловые эффекты, если у нас частички движутся вдоль поверхности и разрушают поверхность, понятное дело, что они сами нагреваются, поверхность нагревается, некий тепловой эффект обязательно должен быть. Магнитные, это эксперименты там проводятся, оптические, тоже очень важно, если что-то летит и оставляет в итоге следы на поверхности, рано или поздно это все-таки можно в прямом эксперименте просто засечь, техника это в принципе позволяет. И, конечно, надо это все искать, высокоинтенсивные источники странного излучения. Ну, вот, я дошел до конца доклада, спасибо большое, вот здесь вот литература проведена. Спасибо. Влад, спасибо. Ну, может быть, ты уберешь свою презентацию, для того, чтобы... Спасибо. Значит, у нас уже много вопросов, у нас все наши коллеги научились, уже пять вопросов, я думаю, еще будет, кстати, посещаемость сегодня могу Влада поздравить огромная, 53, 54 всего человек, там кто-то ушел или пару человек ушло. Чистолинов Андрей, первый вопрос, пожалуйста, Андрей. Добрый день, к сожалению, у меня в видео чуть-чуть не включается, но я, может, потом включу. Слышно меня? Да, слышно. А у меня два вопроса. Во-первых, вот на один Владислав уже частично ответил в своем поступке по поводу источников. Бойсав, очень важно всегда при таких докладах ссылаться на источники, откуда берется та или иная информация. Вот в ходе доклада это было совершенно непонятно вот насколько там те или иные вещи были достоверны, что бралось из статьи. вопрос, это уже выступление, вопрос. Вот по поводу источников. он ответил, у него там литература и литература. Не каждый кадр, в смысле не каждый слайд собственно был подписан. На самом деле публикаций немного. То, что я привожу, практически это все публикации, имеется в виду научные публикации. Есть какие-то воспоминания, но это немножко другой статус работы, другой стиль. Ну, а второй вопрос, он больше связан со странным излучением. А вот там показывались диски, которые в пачке были, в стопках дисков. А какие там были расстояния между этими дисками? Два сантиметра примерно между соседними дисками было. Специально их располагал так, чтобы там между ними что-то помещалось. То есть было два сантиметра и при этом не появлялись следы. Не появлялись стреки. Ну, да, но появлялись вот такие лишь один из экспериментов. На самом деле при такой же постановке были результаты, когда треки все-таки появлялись, а диффузных пятен не наблюдалось. Ну, а в чем разница? Без понятия. все. Спасибо, спасибо, Андрей, за вопросы. Друзья, еще раз напоминаю, что сейчас у нас фаза вопросов, а не выступлений. Каждый из вас получит еще возможность. Доклад интересный вызвал огромный интерес, поэтому еще будет возможность выступить. Федор Сергеевич, пожалуйста. Спасибо, Валерий Николаевич. Я всех приветствую еще раз. Спасибо, Влад, за интересный доклад за анализ такой вот чисто экспериментальный, без особых теорий, что, наверное, самое важное в таких исследованиях. Вот у меня два вопроса. Первый вопрос. Не могли бы вы что-то подробнее сказать о засветке рентгеновских пленок кулагиной? Может быть, какие-то фотографии есть? К сожалению, нет, потому что эти результаты упоминаются вскользь, и таких публикаций именно экспериментаторов, которые бы такие эксперименты проводили. Их нет. Они скорее упоминаются в других работах. Понятно. Ну и вопрос общего характера. Поскольку вы подробно изучали эти материалы, как начали в кулагиной проявляться вот эти необычные для человека типичного свойства? Что говорит история по этому поводу? Как я уже сказал, она случайно стала замечать. Она там говорит, что от матери этот дар достался. Она сначала как некое случайное явление заметила, а потом стала развивать. То есть та любительская съемка, которая в начале первого фрагмента видео была, это муж где-то в середине 60-х годов или даже в начале 60-х годов снимала на любительскую камеру. То есть уже тогда, в начале 60-х годов этот дар у нее был. И она уже по крайней мере в узком кругу его демонстрировала. А уж развивался ее этот дар дальше, я не знаю. Спасибо. в дискуссии вот я надеюсь, Ваэль Николаевич даст слово. Да, дам слово, Федор. Спасибо. Сейчас я их не буду высказывать. выступление. Спасибо Зайцеву, потому что уже 12 человек, друзья, понимаете, надо всем всем надо дать слово. Давайте вопрос, короче, зачем благодарить докладчика? Вопрос задавайте. Спасибо за помощь, спасибо. Но давайте самолично не влезать с комментариями. Мы тут все... Я считаю своим долгом мне был интересный доклад, поэтому я и поблагодарил, и не надо дергивать, так сказать, меня. Да, да, это лишнее. Я поддерживаю Федора. Спасибо. Евгений Егоров, Владивосток, пожалуйста, вопрос. Спасибо. Первый вопрос. А вот пробовали изолировать предметы слоем вакуума, то есть, ну, скажем, два шара, так сказать, и между ними вакуумная прослойка? Ну, а это в каком случае? У К-феномена или странного излучения? У странного излучения, но в основном у Кулагина. А вот я по поводу странного излучения переадресую этот вопрос к Леониду Рудскую, потому что вот был доклад Пряхина какое-то время назад, года два назад, там была интересная постановка, когда запаянные ампулы помещались, если я не вру, просто внутрь взрывной камеры, которая откачивалась, да, то есть, получалось, что там был слой вакуума, но вот тут я могу переврать, если честно, по поводу Нинель Кулагина, ну, нет, там просто были эксперименты, когда откачивался общий объем, откачивался вот та кювета, через который лазер выпускался, и тогда не было эффектов, и когда откачивалось, ну, просто вот предметы ставились под колпак, вакуум насоса, то же самое, что и у Козырева, и второй вопрос, вот у вас не возникло параллелей с деятельностью Аллы Корниловой и Сахно Тамары, которые, так сказать, получают трансураны в пробирке с помощью там неких бактерий? Ну, нет, если честно. Спасибо. Спасибо, Егорова. Я бы попросил его, когда будет выступление, чтобы он вот этот свой вопрос последний может быть прокомментировал, потому что и я тоже не очень понял. Евгений Михайлович, пожалуйста, Афшар. У меня маленькое, но очень существенное дополнение к докладу. Можно, можно, можно вопрос, а не дополнение. У вас будет? А я тогда поменяю вообще ваше представление о том, что... давайте вопрос, только вопросы. Вопрос есть? У вас будет возможность выступить? Будет. Вы поменяете еще наше представление о мире? Поменяете? Так, вопроса нет. Тогда, Валерий Покулин, пожалуйста. Микрофон, микрофон. Микрофон надо включить, Валерий. Извините. Владислав Анатольевич, вы сказали, что магнитного поля от Кулагина не было обнаружено, а электрическое. Проводились ли такие измерения? Смотрите, там такое получается противоречие. Одни говорили, что у нее из рук летели какие-то частицы электрически заряженные, а в то же время она двигала предметы от клетки Фарадея, и в то же время там получалось так, что если вообще сплошной как бы экран, ну там, не знаю, из оргстекла или из обычного стекла, то никакие известные нормальные частицы материальные, как бы они не были заряжены, они бы не приводили к движению частиц под этими колпаками. Электрометры, скажем так, не реагировали. Ну, по крайней мере, нет, там, скажем так, вот когда академик Кобзарев ставил свои эксперименты, ну, такие домашнего, что ли, характера, стрелка электрометра не отклонялась. Но, видимо, были какие-то другие эксперименты уже впоследствии, которые позволили ему говорить, что вот эти вот какие-то летящие из рук частицы имеют электрический заряд. Видимо, какие-то другие были эксперименты, но, опять-таки, эти результаты не были опубликованы. Это просто упоминание того, что видели экспериментаторы. Спасибо. Спасибо. Я могу все-таки сказать, странно, что Влад на это не обратил внимания. Он в своем докладе обратил, сообщил о том, что импульсные поля были зарегистрированы, магнитные. Но только у определенных типов датчиков. То есть, какие-то детекторы магнитные, которые... Те, которые быстрые, вот они зарегистрированы. Поэтому вопрос Валерия Пакулина не совсем точный. Некоторыми методами магнитные импульсные поля были зарегистрированы. Вот это суперважно. Спасибо, тем не менее, за вопрос. Александр Павлович, Никитин, пожалуйста. Были ли такие случаи у Кувагина? Чуть-чуть громче, Александр Павлович, чуть-чуть громче. Были ли такие случаи в экспериментах у Кувагина и у вас при странном излучении измерение массы? Все-таки это важный показатель всегда. Ну, смотрите, как я уже сказал, на аналитические весы она действовала и довольно успешно до зашкала весов, но это вряд ли можно однозначно сказать, что это изменение массы. Это скорее некое механическое воздействие. Вот она передвигала стакан, скажем, стакан до эксперимента, после эксперимента. Было такое? Или у вас CD-диск вы там ставите до эксперимента, после эксперимента масса измерялась? Не измерялась. И в случае Кувагина тоже мне неизвестно, чтобы кто-то так измерял. Мне кажется, это важный показатель. Я согласен. Да, это правильное замечание Никитина. Александр, спасибо за вопрос. Кащенко, Михаил, пожалуйста. Владислав Анатольевич, упоминалось, что исследовали в Гуляевском институте, институт радиотехники электроники, максимум спектральной плотности излучения идущего так сказать от нее не регистрировался. Я просто знаю по Джуне они это проделывали и там получили в области СВЧ. И тут допустим пережигание нити это один так сказать вариант, один феномен, а тут телекинез это уже другой феномен. Вот простой вопрос. Про спектральную плотность нет, не знаю ничего, то есть не встречалось такой информации. Не было так, спасибо. Ну все-таки вот я напомню еще раз из доклада Жигалова о том, что там микрофонное измерение, кстати, по-моему в Ире это делалось, они показали все-таки там некоторые и микроволновое излучение тоже данные были о том, что микроволновое излучение тоже наиболее мощное. То есть это вот можно отнести к вашему Михаилу вопросу. Нет, это не микроволновое. Длительность импульсов акустических была маленькая, там какие-то может быть микросекунды, сотни микросекунд, а когда использовался не лазер, а уже микроволновое излучение ей удавалось некое рассеивание вот этого излучения, когда оно пропускалось через газ в вакууме, я повторяю, ей не удавалось это дело. Очень сложная на самом деле картина явления, то есть я понимаю, что хочется нащупать какие-то подходы простые, физические, но вот видите, ее исследовали 25 лет и те экспериментаторы грамотные безусловно физики, там одних профессоров было сколько академиков, я бы не сказал, чтобы они что-то поняли. Все-таки я бы сказал так, что из той информации, которая была сегодня дана, то на вопрос Михаила Каченко можно сказать, что возможно это миллиметровые или радиоэлектромагнитные волны, возможно они как-то наиболее интенсивно, какой-то косвенный вывод можно сделать. Спасибо Михаилу за вопрос. Калтовой Николай, ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Два вопроса. Во-первых, вы упомянули мощные датчики. Во-первых, по некоторым данным, мощное излучение неэлектромагнитное оказывает вредное воздействие на здоровье. И поэтому, прежде чем использовать такие мощные излучатели, наверное, желательно изучить способы экранирования. Иначе просто будут люди гибнуть. Согласен. Второе. Николай, у нас стадия вопросов, а вы замечали. Второй вопрос. Не считаете ли вы, что такие датчики воздействуют не мощностью, а у них другой принцип воздействия, поэтому, если рассматривать будущие эксперименты, необходимо более тонко изучить способ воздействия. Частоты, диаграммы, модуляцию. То есть это не воздействие мощности. Я вообще бы здесь не применял термин мощность, потому что картина не такая, что где-то есть источник электромонитного излучения, которому вообще применимо понятие мощности, эрпойнтинга и так далее, а нужно как-то идти из феномена, из проявления то, что видно. Известно, что Кулагина лечила руками. Более того, она как-то могла адресно внутри организма что-то менять, какие-то вдоль сосудов что-то прочищать, и она это делала, она это чувствовала и целенаправленно это делала. Никакое микроволновое излучение здесь не думаю, что может помочь. И отсюда ответ на первое ваше замечание, скорее, что и методы экранирования, и методы защиты должны быть какими-то особыми. Спасибо. Спасибо, Николай, за вопросы. Значит, вот Оля, но это Геннадий из Киева задает свой вопрос. Ларис Анатольевич, спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Вы считаете, что то излучение, которое Кулагина издает, это волновое или корпускулярное? Ну, скорее, это некая комбинация. То есть немножко, опять-таки, я в спекуляцию ударялся в конце доклада, что-то должно в виде, не знаю чего, волновом, условно говоря, проникнуть через стенки, а потом оно становится очень таким материальным, что он начинает царапать окружающий предмет. Ну, крайне то, что мы видим в треках. Это уже корпускулярное. Она от такого воздействия, если возьмем два магнитика, тоже под клетку Фарадея поместим, и будем двигать одним магнитиком другой. Ну, то есть, здесь очевидно какая-то магнитосоставляющая возможность, нет? Ну, поскольку постоянное магнитное поле у нее не было замечено, да, то объяснить магнитными полями просто такого простого объяснения здесь нет. А спектрометры какие-то применялись при этих экспериментах, исследованиях? Наверняка в лаборатории Гуляева это все было сделано? Никакого нет, дело не в этом. Дело в том, что, насколько я понял, косвенные какие-то ощущения, что Гуляев и Годик видели многое у Кулагиной, но наотрез отказывались публиковать то, что они видели. Скорее, это так. не вся информация доступна для обсуждения экспериментов. А понимаете, это же почему сейчас мы можем где угодно в интернете опубликовать все, что угодно. Это был Советский Союз. Научная печать невозможна была без некой идеологической установки, чтобы идеологическая установка не противоречила линии. Ладно, все проще. Просто засекречено было. Давай не будем тут это сам придумывать. Скорее всего, где-то описано в отчетах, но мы пока информации не имеем. Спасибо. Спасибо за вопрос. Еще есть вопросы? Да, есть еще один вопрос. Спасибо. Еще один вопрос. В странном излучении считаете, что что-то должно прижимать частицы обязательно к поверхности. На основании чего вы так считаете? Иначе частица бы просто отскакивала от поверхности и не оставляла таких длинных треков. Если частица ударилась и полетела вбок, отскочила от какого-то от атома, от молекул, от частицы, получился у вас трек. Возможен такой вариант? Представьте себе, мы кидаем булыжник на абсолютно гладкую ледяную поверхность. Поверхность пруда застыла, снега нет, и там гладкая ледяная поверхность. Булыжник будет катиться, скользить, оставлять трек. Что заставляет его оставлять трек? Силы тяжести, на самом деле. Если мы теперь возьмем этот булыжник и, не знаю, выйдем на орбиту и ударим в корпус космического корабля, булыжник куда-то просто отскочит, оставит одну вмятину. Вот в наших исследованиях мы видели треки протяженные, мы вмятин таких не видели. А еще вопрос. У вас там не напоминает вот это рассеивание эффект Комптона из луча лазера, когда там рассеивался? Ну, я с лазерами не ставил экспериментов. Не, ну вот то, что они рассказывали, что там получается рассеивание луча лазера. Это очень напоминает обыкновенный эффект Комптона. Ну, понимаете, если эффект Комптона можно туда еще задействовать, какие-то нитевидные образования, о которых говорят экспериментаторы, то да, но по-моему эффект Комптона это совсем про другое. Ну, нитевидные это что такое, я не понял. А никто не понимал на самом деле. Ну, светящиеся нити, что ли, да? Ну, вот представьте. Геннадий, уже слишком много вопросов. Давайте, давайте, люди еще у нас тут остались, которые хотят спасибо. Спасибо за ваше участие. Извините, что ограничил немножко. Значит, Ебдокимов, Пожалуйста, Юрий. Обратили вот ваше внимание на то, что все предметы движутся к ней, а вот нет вариантов, я сколько не наблюдал, что предметы двигались от нее, то есть все притягиваются, как бы, идут предметы в сторону к ней. Вот обратно варианта ни разу не видел. Вы видели это? Я обратил внимание, но, знаете, ни один экспериментатор вот этого не указал в публикации. Может быть, так совпало, что вот на видео попали именно такие кадры, а в принципе она может быть двигала и как-то иначе. Очень-очень хорош на самом деле звучит. отталкивания бы не было. Спасибо. Вопрос. И второй вопрос. Вот если все смотрят вертикальные предметы, там, скажем, колпачок авторучки, еще что-то, то, очевидно, сила приложена к основанию вот этих предметов вертикальных, иначе предмет упал бы, эти предметы упали бы. Вот на это не обратил внимания? То есть сила приложена к основанию вертикальных предметов, иначе они упали бы. Скажем так, там видео, ну, как бы, киносъемки, дошедшие до них такого качества, что там не особенно видно, как там эти предметы на самом деле движутся, ну, вот в микродвижениях, но очевидцы писали, что предмет начинает как бы немножечко сначала подпрыгивать, то есть сначала он должен лишиться веса, да, то есть что-то, какая-то сила должна вес компенсировать, а уже потом он начинает, так сказать, немножко двигаться в горизонтальном направлении. Спасибо. Спасибо. Я бы добавил вот Юрию Кирилловичу, он совершенно справедливо сказал о том, что, вот Влад, ведь ты в своем докладе говорил о том, что сила приложена где-то к центру массы, но это неверно. Вот Юрий Кириллович правильно поправил, что нужно приложить к основанию, потому что тогда момент силы относительно основания будет равен нулю, и тело не будет опрокидываться. Это есть условие. Вот о чем он говорит. таким образом вот это что-то, что двигает, оно сосредотачивается именно у основания, то есть, опять же, на поверхности. Вот это очень важно. Спасибо Евгений Кирилловичу, он очень важную замечание, два суперважных замечания сделал. Спасибо. Сергей Васильев, пожалуйста, ваш вопрос. Люди, которые делали эти эксперименты, они, конечно, задумывались и пытались объяснить, вот нельзя ли охарактеризовать кратко те физические объяснения, которые они давали? В итоге, скажем так, две гипотезы, которые, я бы даже сказал, что одна гипотеза, которая дольше остальных продержалась, это акустическая гипотеза, что, предположим, что Кулагина была источником ультразвука, предположим, что она подбирала так частоты своих ультразвуковых каких-то воздействий от рук, например, что входило этими частотами в резонанс тех предметов, которые стоят на столе, они начинали как-то вибрировать, подпрыгивать и так далее, и вот опять-таки известно, что, конечно, ультразвук может оказывать воздействие давлением, ну и вот допустим, что это тоже оказывает действие в пользу этой гипотезы, говорит то, что в вакууме движения не было, а против этой гипотезы говорит, ну, скорее то, что вот эти результаты, не знаю, там, биошунтирования, да, вот когда она проводимость воздуха увеличивает на 12 порядков, ну, как это ультразвуковым объяснить, вот я не знаю. другие гипотезы, которые на самом деле, ну, они на самом деле противоречили слишком многим фактам, да, кто-то говорит, что это вот типа те частицы, которые вылетают у нее из рук, они электрически заряжены, и тогда вот это вот электростатическое там притяжение или отталкивание возникает, ну, тут вот понятно, что многие факты этому противоречат, ну, магнитные, опять-таки, составляющие, ну, тоже, я уже говорил, почему здесь слишком много фактов, тогда не получают вообще никакого объяснения. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть электромагнитных каких-то объяснений, я так понимаю, не было. Спасибо. Чистолинов, опять что-то хочешь спросить? Андрей, ты, наверное, хочешь спросить? Я хочу спросить, да, у меня уже выступление. Нет, еще вопросы есть. Чуть попозже руку подними, и когда я объявлю фазу этих самых выступлений, Панчелёга, Виктор, пожалуйста. Влад, я правильно понимаю, что работы Фредрикса как-то прошли мимо твоего внимания, посвященного странному излучению? Нет, нет, не прошли, но просто я сегодня целенаправленно очень много говорил про Кулагину, и почти ничего не говорил про странное излучение, а вот в моих обзорах, ну, Фредрикса Ты проводишь параллели, я просто напомню, это может быть кому-то интересно, что в шестом номере инженерной физики за тринадцатый год большой обзор вот работа Фредрикса, где он с одной стороны анализирует известную феноменологию этого излучения, причем прекрасно знает работы русских авторов, а вторая часть, он воспроизводит всю эту феноменологию, используя в качестве источника излучения, источника странного излучения кончики пальцев, вот, и на специально подготовленной эмульсии он получает вот все эти следы, то есть без реакторов, используя только ну вот кончики своих пальцев. Да-да-да, эти работы известны, я хочу еще немножко дополнить, ну, понятно, что биологические системы подозреваются тоже, что поскольку там есть трансмутации биологические, то может быть у них тоже есть странное излучение. С фотоматериалами там вообще вот такая не очень удобная ситуация, потому что мы не можем сказать, что эти фотоматериалы не имели этих треков до экспозиции. Тут нужно обязательно набирать большую статистику в опыте, статистику в контроле, а лучше всего просто не использовать фотоматериалы как очень неудобные материалы, потому что я когда вот на первом этапе я тоже применял фотопленки, обычные, которые покупаются в рулончиках, в контейнерах, и для интереса просто я носил там 2 или 3 недели что ли в своих домашних штанах просто в кармане такой рулончик фотопленки полностью в заводской упаковке. И потом, когда я ее проявил, я множе, что она полна треков, но у меня нет уверенности, что я такой крутой источник странного излучения, потому что, может быть, она где-то там лежала, может быть, на заводе еще было занесено, непонятно совершенно. Ну, мне кажется, это не относится к работам Фредерикса, то есть, они продают впечатление довольно-таки тщательное. А то, что странные излучения... Виктор, ты вопрос задал, он ответил. Спасибо, спасибо за очень интересное упоминание. Я, кстати, хочу сказать, что Виктор, вот по Челюке говорю, он присоединился буквально в конце доклада, а доклад-то посвящен был неизвестное излучение, это только, я не знаю, 10%, а 90% было про Нинель Кулагину. Но, тем не менее, спасибо Панчелюге вот за его дополнение, оно очень важное. Спасибо. Значит, Анатолий Ильич, Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. Толь, давай. Два вопроса. Первый вопрос. Были ли эксперименты по определению знака заряда частиц, которые излучались телом Кулагиной? Положительной или отрицательной? Не могу сказать, потому что есть упоминание о том, что такие эксперименты проводились, но строгих каких-то изложений научной публикации, что там с зарядами, что там с существами, мне не встречалось. Хорошо. Второй вопрос. Ваше отношение к нашему объяснению треков-близнецов? Ну, мне нужно перечитать ваши работы, я когда-то их читал, но, честно говоря, уже подзабыл. Не могу прокомментировать. Ну, хорошо, прокомментировать. Значит, будет в трудах 27 конференции и в журнале Ренсит. Спасибо. Толь, ну, ты сможешь сейчас, вот, чуть попозже поднять руку и рассказать вот о своем видении, вот, как бы, Нинер Кулагину ты мог бы объяснить вот своими какими-то моделями. Чуть попозже. Хорошо, я буду выступать. Спасибо. Спасибо. Вот. Сергей Годин, ты вопрос хочешь задать или выступить? Сереж? Я хочу просто один маленький вопрос задать. Да, задай, пожалуйста. Владиславович, вот, не упоминалось ли где-то в опытах с Кулагиной о таком явлении, как материализации и дематериализации предметов? Может быть, это и напугало наших академиков, поэтому они и стали ничего публиковать? Ну, мне это нигде не встречалось, но, что касается материализации, в одной из работ, которые, там, в списке литературы у меня есть, автор Чередниченко, там он упоминает скорее некие параллели, вот, когда был там спиритизм в разгаре, конец 19-го, начало 20-го века, там многие говорили про некую эктоплазму, что-то такое, что выходит из тела этих вот спирит, не знаю, как мы там с этим. Медиум. Медиум. Медиум, да. И это что-то вроде бы материальное, но потом оно куда-то исчезает и рассеивается, какие-то вот, может, мокрые пятна оставляет, да? Вот это лишь параллель. Никто никогда не наблюдал каких-то вот того, что оставалось бы, в плане материализации, вроде бы, какие-то частицы же должны оставаться, если действительно частицы, да? А дематериализация такого у Кулагина не встречалась. Спасибо. Спасибо. За вопрос. Сереж, еще есть вопросы? Нет, спасибо. Все. Так, ну мы, я так понимаю, закончили фазу этих самых вопросов. Вопросов было 14 человек, пусть не поверили. Не закончили, у меня еще вопрос есть. А, но вы не подняли, не умеете поднимать руку, да? Вот так. Я не знаю, где поднимать, я в экране поднимаю. Да там, потренируйтесь, там внизу есть, но не важно. Конечно, да, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос. Першин. Ну у меня, спасибо большое. У меня два вопроса, может быть, будет три. Первый, знаете ли вы явление шаровой молнии, которая проникает через стекло, не разрушая его? Да, да. Знаете, да? Ну вот, к сожалению, оно тоже неизвестно природой, но тем не менее, вот факт, о чем мы говорили в экспериментах с Кулагиной, что это там проходит, а что проходит, и как, непонятно. Там это наблюдал даже в самолете Ту-134, шаровая молния была на кромке крыла, хотя они летели, подошла к кабине, зашла внутрь, облетела кабину, командир, я просто был в ужасе, и вышла опять, не разрушившись ничего. Второй вопрос. Второй вопрос. И третий вот о чем. Не кажется ли вам? В то время, когда Игорь Викторович Кахов, я из его кафедры, он тоже занимался Кулагин, хотя над ним посмеялись, там еще сваки многие, он к этому очень внимательно относился, но, к сожалению, я вот лично с ним не общался, его соображение, я что-то не знаю. Но тогда, в те времена, когда она активно исследовалась, мало говорили о темной материи, темной энергии. Не кажется ли вам? Ну, во-первых, мы эволюционировали в этой среде, она же была всегда, эта субстанция, и, возможно, кто-то из нас, ну, в частности, может, Кулагина, обладала. Мы же не знаем, что это такое, и не умеем мерить пока. Ну, то, что это физическая реальность, это уже никто не сомневается. Сейчас наше поколение. А тогда, конечно, вот 50 лет назад, это мало было, тогда еще знакомо. Не кажется ли вам, что тут как раз что-то и есть? То, что мы не знаем что, но то, что мы видим, что что-то и есть. И это проявляется вот в виде таких странных явлений. Спасибо. Ну, да, я согласен с вами, что природа наверняка более экономная, чем если собрать все наши гипотезы и теории, да, от каждого теоретика. Она что-то, ну, какая-то есть теория, которая бы объяснить сразу много чего, да? Нет, мы базируемся просто, мы базируемся на наших знаниях. Больше ничего. Мы другого не можем. Сергей, Сергей, вы вопрос задали. Выступите. Будете иметь возможность выступить. Спасибо. Сейчас ответ на ваш вопрос. Да, но я уже сказал, что это интересная, как бы, мысль связать с темной материей, да, но темная материя на космофизическом масштабе, а тут у нас просто на лабораторном столе что-то такое происходит. Было бы здорово одним махом объяснить сразу и то, и другое. Ну, да, и онкология еще, к тому же. Вот. Спасибо. Спасибо. Вот действительно, было 14 вопросов. Можно я 15 вопрос задам и последний будет, а потом выступающие. Выступающие уже стали поднимать руки. Я без подъема руки задам вопрос. Влад, а вот, ну, ты вот говорил тут несколько раз сегодня и вопросы, как бы, в вопросах это было о том, что медиумы, вот эти вот, ну, Кулагина, в частности, из рук чего-то там вылетает. Какие-то свидетельства, фотографии, видео, что-нибудь на эту тему есть? Ну, есть фотографии, я как бы не специалист по спиритизму, да, но вот... Нет, про Кулагину, про Кулагину, вот из той литературы, которая... Ну, скажем так, вот фотографии, ну, мне не попадались, по крайней мере, в публикациях фотографии, где бы видно было прямо вот, ну, визуально, что-то там у нее летит. Кто-то утверждал, что это было видно на кинопленке, ну, в смысле, вот на этих съемках, но, опять-таки, вот на видео того качества, которое я показывал, я лучшего качества просто не нашел, может, где-то в архивах, вот это и хранится, да, но там вообще не понять, летит, не летит. Просто фотографировать не умели. Спасибо, ответ получен. Я просто могу сказать, что вот у нас сегодня нет этого нашего друг, Боба Гринье, друга нашего, иностранного, вот, но он в свое время показывал метод регистрации неизвестного излучения, когда в темной комнате, вот это очень важно, комната должна быть темная, без света, в ней, значит, вот кто-то, ну, там обычно это, скажем, там, амаза газ этот, вот, или какие-то другие реакторы, кто излучает неизвестное излучение, и подсветка боковая, а сбоку, значит, еще тоже стоит камера, даже видеокамера, и вот когда в боковом освещении в темном помещении, луч, ну, как фонарик, вот как фонарик освещает пылинки, лучи света в старом сарае, вот видны, так, вот, вот такая методология, за рубежом, кем-то там была применена, с успехом, зарегистрировали движение, визуально, движение, визуально зарегистрировали движение неизвестного излучения, всем спасибо за вопросы, фаза выступлений, ну, естественно, первым у нас Евгений Егоров, Владивосток, Евгений, пожалуйста, спасибо большое, ну, вот, почему-то Владислав не отметил то, что у Козырева, вот его эффекты, так сказать, при вакуумировании пространства вокруг, скажем, крутильного маятника, они тоже исчезали, вот это, во-первых, во-вторых, вы, так сказать, просили сказать несколько слов о Корниловой Али и Тамаре Сахно, да? Да, да, прокомментировать, откуда этот вопрос взялся? Откуда этот вопрос взялся? Ну, это связано с тем, что вот в моем подходе, да, я делал, связать его с сегодняшним докладом, вот в чем смысл. Да, 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 векторный потенциал, да, вот аксоны и последовательности нейронов, они могут выстраиваться в линии, и по ним бежит, значит, волна. И вот эта вот волна, она может окончаться на кончиках пальцев, на ладони и так далее, и тому подобное, в зависимости от того, какие нейроны, так сказать, задействованы. Вот это вот формирует волна, так сказать, торообразную структуру поля векторного потенциала, которое несет замкнутое на себя магнитное поле. И вот, значит, таким образом, значит, биообъекты могут воздействовать на внешние, так сказать, предметы. То есть на предметы, так сказать, в том числе и биологической природы, и материальной природы, находящиеся вовне. И параллель возникает в том, что роль оператора любого в процессах физических чрезвычайно важна. Вот попадает он в резонанс с, так сказать, объектом своего исследования или нет, это уже, так сказать, вопрос открытый. Но понятно, что здесь, так сказать, более логично предположить наличие совокупности резонансных явлений. И вот, на мой взгляд, это очень сильно связано с эффектами, которые демонстрируют, так сказать, корнилова и сахно. Что они получают? Они получают, так сказать, наработку трансурановых элементов в популяции бактерий. И, так сказать, ну, так сказать, сахно со своим сыном Курашовым, они об этом докладывали в Женеве, так сказать, есть в интернете публикация, если кому интересно, могу дать ссылку. Вот. И, то есть, факты присутствуют. Причем, так сказать, достаточно высокий уровень регистрируют, например, наработку того же самого Америции. Причем в колбе, там, трех, скажем, литровой, нарабатывается за неделю больше в Америции, чем нарабатывают, так сказать, атомные промышленности Штатов, России и Южноафриканской республики, которые на это специализируются в год. То есть, ну, в общем, нешуточные вещи. И, так сказать, энергетика этих процессов совершенно непонятна, но, на мой взгляд, вот роль вот этого вот биообъекта, в частности, экспериментатора, она очень важна. И здесь вот тоже напрашиваются такие вот параллели. Просто диапазоны разные и возможности разных, так сказать, людей, практически людей, вот этих операторов, они тоже различны. Вот такой вот комментарий. Спасибо. Спасибо, Югору. Я бы просил, друзья, у нас вот тут опять тоже 10 человек хотят выступить примерно. Ну, если мы каждый будем говорить по 10 минут, сами понимаете, что получится. Поэтому попытайтесь свои очень важные соображения излагать четко и не растекаться мыслью по греву. Спасибо Евгению. Евгений Михайлович Ашаров, Ваш комментарий. Значит, по поводу Кулагиной, я второй части не буду касаться. Еще в свое время, когда издавался один из томов «Парапсихологии», то на ней было четко указано, что у Кулагиной было обнаружено реальное излучение в ультразвуке на кончиках пальцев. Это реальная вещь. И, кстати, она будет объяснять все, ну, 95% по крайней мере, сходу, а остальные, это надо просто, значит, подумать, как это. По поводу того, что если вы понимаете, как работает фазированная антенная решетка, ну, в частности, в ультразвуке она очень широко используется, то там многие эффекты очень четко можно объяснить. И, значит, в принципе, я считаю, что никакое отношение Кулагина к тому, что имеет вот излучение, связанное со странными вещами, то она никакого отношения не имеет. Хотя, значит, есть один момент, связанный с тем, что ультразвуковые колебания обязательно вызовут колебания эфирной среды. И об этом надо думать. Все. Спасибо, Евгений Михайлович. Ну, да, только вот только по-моему, ультразвуком притягивать-то вы не сможете. Вот отталкивать... Нет притяжения. Вы себе посмотрите внимательно. Там движение, значит, вдоль идет ее. Вдоль идет. Она поперек рук идет движение. Но при фазированной решетке вы можете заставить двигаться куда хотите. Это зависит от фаз взаимодействия. Ну, вот это ответ. Возможно, это ответ. Да. Спасибо, Евгений Михайлович. Над этим надо думать. Это одна из возможностей. Федор Сергеевич Зайчевский, пожалуйста. Федор. Кулагина. И, может быть, в перспективе, если найду время, вот с Владом можно было, поскольку он стал специалистом в этой области, можно было бы дать эфирную интерпретацию. А явления там такие. Вот эксперимент подклетного мы анализировали. Количественное. Я говорю о количественных, не просто о рассуждениях. Теории бесконечно много можно построить. Значит, надо основания иметь. Вот там уменьшение веса получилось, значит, тоже как у него эксперименты. Значит, несимметричный конденсатор в вакууме, глубоком НАСА делал эксперименты. Ну, в книжке есть. Есть движение, так сказать, а заряженных частиц нет. Значит, поэтому вот эти многие явления, которые физика затрудняется объяснить, физика 20-го века, если вспомнить слово эфир и дать, конечно, математическое основание, количественное, вот так у нас в книжке сделано, то все это достаточно легко и просто, значит, объясняется. Ну, и по поводу шаровой молнии тоже явление, значит, вот удалось оценить нам плотность энергии количественно с точки зрения теории эфира. Это эфирный вихрь, на границе которого достигается скорость света, он становится устойчивым. Значит, она совпала с экспериментальными, там, очень хорошее соответствие. Странное излучение в дополнение 5, вот мы проанализировали тоже. Плотность энергии оказалась как в шаровой молнии. Ну, и так далее, и так далее. Можно много приводить примеров. То есть, я, значит, хотел вот на это обратить внимание. Ну, и по поводу холодных нейтронов, здесь вот до доклада, значит, дискуссия вышла, значит, что не нужно вот так отмахиваться, мы делали и прочее. Я вам приведу такие аргументы, что книжки открываем по экспериментальной ядерной физике. Это не теория, ничего. Вот Бекмана, например. Для того, чтобы регистрировать холодные нейтроны, мембрана должна быть 0,07 мм. Холодные, ультрахолодные. Значит, что такие приборы использовал вот в Леннер, мне неизвестно. Значит, длина свободного пробега у них очень маленькая. Я консультировался со специалистами Росатома по нейтроноскопии, которые всю жизнь занимаются. Ну, и вот речь шла, говорю, как регистрировать холодные нейтроны, ультрахолодные. Они говорят, а как мы к вам вытащим из реактора-то? То есть, они там все и сидят, вылетают крохи. Поэтому вот эта тема очень важна. Если кто-то утверждает, что вот он мало увидел таких нейтронов, поэтому их там нет, по большому количеству ничего нельзя объяснить, это надо обосновывать экспериментально, показать оборудование, показать длинный свободный пробег и так далее. Все, спасибо. Спасибо Федору Зайцеву за комментарий одного вопроса и того, который не попал в наш вебинар, но был до вебинара, если кто не вошел, была дискуссия между Пархомовым и Зайцевым по поводу регистрации холодных нейтронов. Ну, вот я Федору могу сказать, что Пархомов говорит о нейтронах, которые имеют, ну, например, килоэлектронвольтную энергию, а ты говоришь о нейтронах, которые имеют 10 минус 2 электронвольтную энергию. У вас разность на 5 порядков, поэтому дослушай меня до конца, дослушай меня до конца. О тепловых нейтронов и о холодных, ну, по крайней мере, я говорил про холодные, не знаю о данных. Дослушай меня до конца, Ты говоришь про один уровень энергии, он говорит про другой уровень энергии, и вы оба правы. Между вами разница на пять порядков. Тем не менее, замечание Федора Зайцева очень правильное. Не всегда все выходит из реактора наружу, что мы можем померить. Это совершенно правильно. Выходят крохи. Валерий Николаевич, я буквально еще одну мысль. Федор, Федор, не имеет отношения. У нас еще 10 человек. Нет, нет, я два предложения. Надо аккуратно делать заявление на весь мир. То есть, если кто-то сказал, что холодных нейтронов нет, а это можно посмотреть, то это неверно. Вот это надо обосновывать. Во всем диапазоне энергии от 10 минус второй до 10 в третьей, в четвертой, это, конечно, неверно. Подождите, нейтроны могут не выходить, но обязательно выходит жесткое захватное гамма-излучение, которого нет. Вот в чем дела-то. Поэтому даже это свидетельствует о том, что все-таки нет там нейтронов. Потому что без захватного не обойдет. Друзья, друзья, это дискуссия на другую тему. Это обосновляется жестким гамма-излучением. Ну, посмотрите учебники-то, вспомните, освежите. Федор, Федор, Федор. Федор, 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 я иначе выключу тебя сейчас. Пожалуйста, давайте. Эта дискуссия не имеет отношения. Она очень интересная. Давайте я подумаю, может быть, мы пообсуждаем эту тему отдельно. Подготовится и Пархомов, и Зайцев, и подискутируют. Нам будет всем страшно интересно. Но это не тема сегодняшнего. Спасибо. Валера, можно, пока свет не отключи? Леонид Русской. Лёнь, ты, конечно, дай. Меня раньше в 4 отключали, а сейчас в 7. Поэтому я могу участвовать в вашем веб-сенаре. Давай. Ну, вот большое спасибо Владу за доклад. Я был как-то не в курсе. Слышал, конечно, про Кулагину. Но вот он все разложил по полочкам. Очень аккуратно. Молодец. Я с удивлением обнаруживал, что все экспериментаторы действуют совершенно одинаково. Мы тоже, так сказать, ставили лазеры для этого странного излучения, микрофоны, магнитные петли и другие датчики. И, конечно, в первой работе было опубликовано гораздо-гораздо меньше, чем было сделано. И потому что мне казалось, что это не обладает на тот момент научной достоверностью. Поэтому очень многое я не публиковал. Вдруг увидел, что то, что он рассказывал про Кулагину. Ну, да, вот эти вот вещи мы наблюдали действительно. И вот к моему глубокому удивлению, разные микрофоны по-разному реагировали. Там, где микрофон на электретах, там были хорошие сигналы. Почему? Не знаю. Ответа нет. Вот которые стояли вместо датчики. Я хотел бы не согласиться с докладчиком, что фотоматериалы – это, так сказать, да, есть проблема в том, что они более чувствительны. Но я это и Честолиново обращал внимание, и хочу обратить внимание Влада Жигалова. Вы, применяя свои диски, да, это понятно, можно проверить, это очень просто, это гораздо технологичнее, чем фотопленка. Но вы теряете ровно половину информации, потому что половина следов возникает проявляемых, а половина – непроявляемых. И хотел бы обратить внимание, что вы теряете половину информации. Не надо выбрасывать из рассмотрения эксперименты Ивоева по миссбавовским спектрам. Это мы не можем их объяснить, но это факт надежно установленный, многократно воспроизведенный. И там есть какие-то свои периоды, статья Ивоева была почитана. Третье, то, что хотел сказать нашему докладчику. Да, он правильно увидел, что следы, которые он видит на своих дисках, они исходят, как ему показалось, он сказал, но это действительно так, они исходят от слоя, который находится между двумя полиокриновыми пластинами. Собственно говоря, это странное излучение так и было обнаружено на ядерных эмульсиях. Но вдруг с удивлением увидели, что почернение начинается не со стороны ядерной эмульсии и проявителя, а со стороны стекла и эмульсии. Вот там начинается почернение, что было достаточно странно. И поэтому все-таки я вам советую внимательно снестись к работам Лошака, к его теории. Там магнитный монополь, немагнитный монополь. Но если кто-то внимательно все-таки возьмет на себя труд, это непросто, я согласен. Это надо хорошо знать электродинамику квантовую. Не просто разобраться в этой работе, в ее работах, но то, что он говорит, что возможно существование лептонной частицы, которая есть второй склон электромагнитизма. Значит, вот если кто-то себе представляет магнитный монополь как шарик с торчащими из него линиями силовыми магнитного поля, то это совершенно неправильно. Это чисто квантовое явление. Здесь нет классического аналога. И, скорее всего, вот у электромагнитизма есть два склона. Один классический, хорошо нам известный, Максовский. Это обычный, принятый для нас электромагнитизм. Но, возможно, существование и другого склона. Несимметричного, чисто квантового, магнитно-электрического. Что там за этим стоит, я не знаю. Мне не удалось пробиться. Может, кто-то сможет пробиться. И уж напоследок, чтобы не задерживать, я поддержу Пархомова. Федор, ты не прав. Действительно, если есть нейтроны, и они поглощаются ядрами, обязано быть жесткое гамма-излучение. Потому что энергия связи нейтрона порядка 6 мэр. В среднем на таблицу Менделеева. И совершенно справедливо говорит Пархомов, что сечение как единицы на В в среднем. Да, там есть, конечно, резонансы, но оно примерно так и располагается. Чем меньше скорость, тем больше сечение нейтрона. Поэтому, конечно же, нейтрон выдает себе всегда наведенную радиоактивность. Нет наведенной радиоактивности. Можно смело говорить, нейтроны не наблюдаются. Ну, можно сколько угодно открывать учебники, но поверь людям, которые с этим работали не один десяток ядр. Все, я закончил. Спасибо Леониду Ирбековичу. Ну, вот мы тут основоположника термина странное излучение послушали. И его дополнение к дискуссии. И я, кстати, могу сказать, что вот эта вот идея относительно того, что электромагнетизм, он имеет еще одну как бы страницу, не открытую пока еще. Вот оно тоже является очень важным. Я имею в виду его рассуждение о лошаке. Спасибо. Спасибо ему за... Олег Николаевич, только одну фразу. Леонид Ирбекович, а как вот гелий-3 с нейтроном? Федор, 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 мы эту тему... Эта тема не сегодняшняя. Я тебя прошу, не нужно. Нет, ну было сказано, что... Федор, спасибо, спасибо, не нужно. Я тебя прошу. Нет намного жесткого излучения рентгенов. Федор, Федор, я тебя прошу, не нужно выступать. Так, Чистолинов, пожалуйста, выступление. Ну, я в первую очередь хотел бы Владислава поблагодарить за то, что у него, в общем, хватило смелости поднять такую сложную тему в нашем семинаре. Ну, я хочу сказать, что я, в принципе, мог бы выступить с докладчиком в этом докладе. Я интересовался довольно серьезно вот этим всеми паранормальными явлениями, в том числе телекинезом, лет 20 назад. Вот, общался в том числе с Андреем Гензиновичем Ли, фактически, ну, ведущим нашим парапсихологом, который издавал наш журнал «Парапсихология и психофизика» с 90-го по 2000-й год, с 91-го, точнее. Вот, и где-то в 2000-м, в 2001-м году я ездил в Санкт-Петербург, общался там с Дульневым. У меня было достаточно длинное интервью, я бы сказал, с ним, и действительно он мне рассказывал, расспрашивал его именно о экспериментах с Кулагиной. Вот, ну, где-то часа два, наверное, я расспрашивал, я тогда был достаточно молодым человеком еще. Вот, ну, я приехал к нему вот с рекомендациями от Андрея Ли, он меня принял. Действительно, Владислав совершенно правильно рассказал вот эту историю, мне рассказывал вот эту же историю Дульнев, вот, о его знакомству с Кулагиной. Действительно, действительно все произошло очень похуже вот на его рассказ, то есть фактически они познакомились вот на такой частной встрече, можно сказать, вот в гостях. И, ну, и фактически с этого начались вообще ее исследования Кулагина. Эффект сжения действительно вот этот наблюдался, мне про него Дульнев рассказывал, вот, причем достаточно сильный. Вот, но при этом вот я хотел бы Влада предостеречь, вот он очень всем этим источникам доверяет. На самом деле мы имеем дело с очень сложным явлением. Фактически здесь задействован человеческий фактор, нельзя принимать ни в коем случае, за чистую монету, вот, все явления, которые описываются, вот, понимаете, больше скептиков, чем люди, которые занимаются исследованием парапсихологии, я в жизни своей, честно говоря, не видел. Понимаете, надо ставить под сомнение все, что вы видите. И вот, если говорить о Кулагина, я думаю, что действительно там были, ну, были некоторые реальные способности, вот, судя по рассказам Дульнева, потому что я знаю, но, тем не менее, понимаете, это не означает, что все, что она делала, действительно были реальные эффекты. То есть, вполне, вполне возможно, что в каких-то случаях, вот, она прибегала и к фокусу. Между прочим, я хотел бы обратить внимание, что Кулагин вообще человек достаточно, вот, с очень сложной и противоречивой биографией. С одной стороны, вот, если вы почитаете Википедию, вы там прочитаете про нее, с одной стороны, это участник войны, человек, там, в 15 лет она пошла на фронт, то есть она нагреждая несколькими орденами, вот, получила ранение, инвалидность второй группы, но при этом этот человек в 66 году был осужден за мошенничество, между прочим, ну, фактически, ну, за обман людей, да, то есть она представлялась, ну, подробности можете в интернете почитать. То есть, ну, фактически там обманывал людей, говорил, что там достанет там мебель какую-то, да, забирала деньги и исчезала. И достаточно крупную сумму таким образом, в общем-то, это были многочисленные случаи, не единичные. Вот, то есть она была осуждена, то есть она реально сидела за мошенничеством. Понимаете, вот считать, что вот все, что она делала, это было так, строить на основании этого теории нельзя. Что касается того, что ее не ловили никогда на фокусах, вот, ну, Влад просто рассматривает только вот одни источники, да, которые говорят, что не ловили. Есть другие источники, которые говорят, что ловили, неоднократно. Вот, на фокусах именно по телекинезу. То есть, понимаете, поэтому вот этим вещам надо относиться очень осторожно. Очень осторожно. Вот, что касается истории про ее исследования, вот, ну, в частности, Гуляевым и Годиком. Действительно, это была очень, ну, была действительно очень серьезная программа. И она была сделана, ну, фактически по Джуну, эта программа. То есть, началась она с того, что, ну, поскольку Джуна была достаточно известна экстрасенсом, она лечила в том числе и, там, представителей, ну, по слухам, там, вплоть до Политбюро. Вот, а в какой-то момент, вот, кому-то, видимо, из власти имущих захотелось выяснить природу этого явления. И, в общем, фактически на это были выделены деньги. Кулагина тоже, Кулагина тоже принимала участие в этих исследованиях. Ну, там суть в чем, как бы ученые хорошо отработали, вот, академическая наука, она умеет правильно отрабатывать. Вот, то есть, были проведены исследования, там, деньги потрачены, исследования проведены. Были получены данные о действительном излучении в самых различных областях электромагнитного спектра. Все, что не вписывалось в электромагнитную гипотезу, оно просто отбрасывалось. Вот, и, на самом деле, и публикации есть, их много, и даже в научно-популярных журналах, в частности, в мире науки, насколько я помню, была публикация с результатами этих исследований. Значит, что хочу сказать, значит, в 90-е годы, если вы помните, был большой всплеск интереса к исследованию вот этих вот паранормальных явлений. Вот, и велись очень бурные дискуссии о том, вот, что это такое, как это может быть, как это может происходить. Вот, в частности, вот в этом журнале «Парапсихология и психофизика» было там множество статей, в том числе не только экспериментальных, но и теоретических. Андрей, Андрей, ты уже отдельный доклад делаешь, попробуй свернуться. А я сворачиваюсь. Значит, вот в этом смысле, в этом смысле, вот главный аргумент скептиков был такой, что нет никаких, все частицы известные, да, вот, они рождаются на ускорительность. Соответственно, они описываются стандартной моделью. Если бы было что-то еще, то есть какие-то частицы, сильное взаимодействие с веществом, мы бы их давно нашли. Значит, соответственно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит, но в 2000 году Леонид Рыбекович обнаружил фактически вот то странное излучение, о котором, собственно, вот мы говорим здесь много на наших семинарах. А смотрите, как интересно. То есть был найден фактически некий новый агент. Мы не знаем, что это такое, но природа, она как бы экономичная. Трудно предположить, что вот есть странное излучение, есть какое-то другое излучение, да, еще одно какое-то неизвестное излучение. Существует большой соблазн, а это же действительно вот эти два эффекта. Странное излучение и тот агент, с помощью которого воздействуют вот эти вот целители там, и энергеты, и кто угодно. Здесь уже упоминались опыты Фредерикса. Фактически опыты Фредерикса вот напрямую, это прямой такой намек на то, что человек действительно может создавать вот такие эффекты типа треков странного излучения. И я думаю, на самом деле, что если бы эксперименты Леонида Рубеговича, они состоялись где-то лет на 10 раньше, где-то в 90-м году, то наверняка вот на пике интереса парапсихологии у нас наверняка кто-нибудь обязательно попробовал бы действия экстрасенсов на целителей, да, биоэнергетов и действия на твердотильные детекторы, в частности, на рентгеновские пленки. И на самом деле, если действительно это объекты одной и той же природы, то вот эти люди с паранормальными способностями, они должны быть способны оставлять такие же треки, вот в частности, на рентгеновских пленках и, возможно, на других твердотильных детекторах. Вот такой эксперимент обязательно надо было бы поставить, но вот, к сожалению, сейчас интерес к этим паранормальным явлениям, в общем-то, подосяк у нас в стране. Андрей, вывод, вывод, давай вывод, пожалуйста. Честно говоря, даже не знаю, кто мог бы и готов был ставить такие эксперименты, но вот если бы это было так, это был бы действительно большой прорыв. Все, я закончил, спасибо. Спасибо. Спасибо Честолину, минут 15, если не 20 говорил, спасибо. Давайте все-таки более компактно. Говорил о многом, много, видимо, у него в голове информации, сказать хочется о многом. Спасибо ему, но время очень время. Анатолий Никитин, Анатолий Ильич, пожалуйста. Да-да, я постараюсь быть покороче, потому что все главное сказано. Вот мы прослушали прекрасный доклад, и создается такое впечатление, впечатление, что та задача, на которой мы нацелены понять причины низкотемпературных ядерных реакций, а это наша работа не кончится в тот момент, когда мы наконец поймем, что это такое. Потому что, оказывается, то поле деятельств, которое связано с холодным ядерным синтезом и сопутствующими явлениями, вот этим неизвестным излучением, оно безграничное. Так что после той работы у нас следующая работа, и поэтому, чтобы все это сделать, хочется жить еще долго и долго. То есть, к чему я призываю. Ну, в этой ситуации, значит, вот не хочется попасть в такую ситуацию, которая, например, изложена в известном мультфильме Уолтер Диснея. Значит, фильм такой, что вот некий утенок, Донард, отдыхает, и вдруг видит муравья, который тянет непосильный нож у себя на спине. И он, конечно, эксперимент начинает накладывать на него там чашку, вилку, ложку и так далее. Или там термос и так далее. До той поры, пока эта пиромада не рушится, уже муравей не может тащить это все. И вот надо нам не попасть в эту ситуацию, этого муравья. Не надо на себя наваливать уже сразу много всего. Давайте мы сначала разоберемся в чем-то конкретном, в котором уже имеет довольно большой экспериментальный наработанный материал. И будем постепенно двигаться в этом направлении. Какой материал уже достоин того, чтобы можно было уже его обсуждать, строить модели и так далее? Это модель неизвестного излучения этих странных частиц, которые появляются, оставляют среды, следы, имеют биологическое действие и так далее. Огромный вклад внес основатель этого, Уртскоев, за что ему спасибо, и Владислав Анатольевич, который действительно очень много в этом отношении сделал, придумал новый детектор и так далее. Я считаю со своими коллегами, что в настоящий момент материал для понимания природы этого странного излучения уже достаточно. И, как помните, я предложил соревнования нашим коллегам объяснить такие непонятные формы следов, как следы близнецы, как следы хиральные и так далее. За это время, к сожалению, только наша группа смогла в этом разобраться. И самым подходящим объектом для объяснения вот этих частичек странного излучения, как ни странно, оказались миниатюрные шаровые молнии, которые состоят из чего? Некий коллектив одноименных зарядов, там тысячу до миллиона, скажем, ионов, которые находятся внутри оболочки из поляризованных молекул воды. Ну, это маленькая шаровая молния, получается кластер размером порядка 10 сотни микронов. И вот эта система, оказывается, с помощью этой системы можно объяснить, что частички, имеющие разный заряд, одновременно имеющие меньший размер, в электрическом внешнем поле движутся с одинаковой скоростью. Поэтому они и чертят на пленках следы, ну, синхронно, они летят с одной скорости. Оставляют следы они, как и шаровая молния, шаровая молния тоже притягивается к стенке, к проводящим поверхностям, за счет того, что они поляризуют эту систему. Так вот эти заряженные кластеры маленькие, микромолнии, тоже поляризуют, поэтому они, подлетев в некую поверхность, уже от нее отлететь не могут. Они или притягиваются к ней, или отражаются за счет того, что сбрасывают часть заряда. То есть все системы, вот эта простая система может вот эти все, так сказать, случаи объяснить. Я, конечно, призываю авторов, вот моя статья, которая опубликована в Рен-Сити и в нашем сборнике, который выйдет в ближайшее время, я проанализировал и работы моих коллег, которые, я считаю, вполне тоже они разумные, это другие альтернативные подходы. Но я прошу этих моих товарищей, вот моих коллег, тоже поработать и вот довести эти идеи до конкретных результатов. Объяснение вот этого треков-близнецов и симметричных треков. Следующая задача, которой можно было заняться, прежде чем вот Доннерс на нас навалит еще следующие там грузы, то, что предложил наш, так сказать, ну, идейный руководитель Анатолий Иванович разобраться в эффекте ушеренг. Так вот, оказалось, что когда, проанализировав все работы по эффекту ушеренга, то в процессе сверхблугового проникания побочным эффектом является именно появление треков на фотопленке или на пластинках, которые находятся рядом с тем материалом, в котором проникают эти непонятные частички. И вот мы в настоящее время тоже пытаемся разобраться в этой работе, и оказывается, что вот эта наша идея, опять же, по существованию микрошаровых молний тоже здесь работает. Вот я тоже предлагаю нашим коллегам включиться в это дело. По-видимому, эта система заиграет гораздо более основательно, если у нее будет несколько оснований, из которых, значит, может быть, сделать некий синтез, и она может заиграть. И поэтому я предполагаю, что действительно, ребят, надо заниматься. Наша цель – разобраться в причинах холодной трансмутации. И вполне возможно, что одной из причин, а может быть, самой главной, является именно вот эти странные частицы, которые могут входить внутрь вещества, могут долго там находиться, могут искажать кристаллические решетки за счет сильных электрических полей. И вот это наша программа. И давайте мы действительно, имея в виду, что после того, как мы разберемся в чем-то, мы пойдем дальше и будем жить, так сказать, обеспеченной работой по этому направлению долгое время, ну, так сказать, все-таки быть на земле и заниматься конкретными делами, к чему я всех призываю. Большое спасибо за внимание. – Спасибо, Анатолий Ильич. Ну, трудно не согласиться с тем, что хорошо бы объединять как-то усилия в некотором одном направлении, в котором уже много наработались. Но, тем не менее, сегодняшний доклад тоже имеет смысл огромный. Бычков Владимир Львович, пожалуйста. Володь, включи там микрофон, но у тебя, наверное, выключен. В свое время вышла книжка Эдуарда Глодика «Закатка экстрасенсов. Что увидели фиги». И там интерпретируются эксперименты с кулагинами или кинезом следующим образом. Что когда делается этот эксперимент, скажем, экспериментатор настолько сильно возбуждается, что из него начинают вылетать частички пота, которые электризуются при движении канала. И поэтому они заряженными вылетают. А противозаряд остается докозным. И вот все, что наблюдается в экспериментах кулагина, это связано с тем, что появляется вот этот заряд. Как бы сказать, таким сложным образом скомпенсированный. То есть заряд частиц, которые произведены человеком, и противозаряд, который остается на вкус. С этой точки зрения, вот то, что говорит докладчик, то это тоже может быть связано с тем, что когда человек ходит, он производит, тоже появляются около него разные заряды, трибоэлектричество. И все эти треки, они могут быть связаны с трибоэлектричеством, как вот в случае с кулагином. Спасибо, я за что. Спасибо Владимиру Львовичу. Он как-то так довольно невозбужденно все это, отстраненно проинтерпретировал, но очень интересную версию дал. Но я бы сказал так, что хотелось бы этим людям, Годику в частности, как-то в рамках стандартной физики находиться. Поэтому, конечно, это несерьезно, на мой взгляд, насчет пота. То, что миллион других явлений, которые потом никаким не объяснишь. Спасибо Владимиру Львовичу, тем не менее. Покулин, Валерий, пожалуйста. Я хочу поддержать модели предыдущих двух ораторов, Анатолия Ильича и Владимира Львовича. Когда я выезжаю на Ладоге, на Байдарке, мы бросаем плоские камушки на воду, блинчики пускаем, и они делают от 10 до 20 ударов о воду. Вот это настоящие треки. Стало быть, наша модель не должна отличаться от того, что существует в нашей макроприроде. Но откуда же, кто может делать на фотопленке такие треки, такие блинчики бросать? Кто? Или пылинки? Или молекулы воды? Вот правильно сказал Анатолий Ильич про... Ну, я бы не назвал это уж шаровыми молниями. Это просто кластеры. Вода собирается в виде кластеров, в котором многие тысячи молекул. И она электризуется. А кто электризует ее? Конечно, электрическое поле. Электрическое поле, которое исходит из пальцев рук. Электрическое поле, которое исходит из реакторов. Вот я занимался электрическим полем от трансформатора Тесла, которое Тесла называла радиантным. Оно проходит спокойно через все изоляторы, через фольгу медную 0,5 мм проходит 75% этого излучения. И поэтому вот эта модель, когда исходит из реактора электрическое поле, причем заряд-то не меняется ни реактора, ни экспериментатора, ни излучателя, вот это электрическое поле, оно электризует. Электризует кластеры воды, которых очень много в воздухе, но нет в вакууме. Это электрическое поле повышает проводимость промежутков между электродами. Это электрическое поле может заряжать пылинки и придавать им ускорение. А эти пылинки уже могут совершать вот эти блинчики, которые я бросаю на Ладоге, и поражать нас этим эффектом. Спасибо. Спасибо, Валерий Пакулино. Кащенко, пожалуйста, Ваш, Михаил, Ваше замечание. Ну, я постараюсь быть кратким. Здесь уже Андрей Чистолинов говорил по поводу исследований джуны. Ну, вот я тоже интересовался в сути аэротехники электроники. Они сказали, что прогнали ее по всем, так сказать, диапазонам, и выяснили, что максимум спектральной плотности лежит в области СВЧ. Значит, как выясняется, характеристическое излучение СВЧ характерно вообще для... Диапазон СВЧ характерен вообще для клеток. Но обычные клетки, они у нас рассинхронизированы излучают. А вот у экстрасенсов, не шарлатанов там всяких, но есть такие люди, да. Я конкретно на себе проверял, кстати, на том экстрасенсе, с тем экстрасенсом, которого отобрала Джуна. Она там двоих или троих всего отобрала за все время. Так вот, они обладают способностью, и не случайно та же Кулагина, я тут не обсуждаю, мошеннические варианты, да, значит, испытывала усталость. Они свою собственную энергию, да, то есть отправляется управляющий импульс, и руки, как правило, у них используются как антенны, синхронизируются излучение отдельных клеток. Ну, грубо говоря, как в лазерах нам надо ввести когерентность. То есть возникает когерентное излучение в СВЧ-диапазоне. И это абсолютно, так сказать, проверено было. Я на себе, человек не знал ни моих, ни диагнозов. За пять минут мне установили все мои болячки и полечили, и так далее. Это первое. Значит, второе. Ну, я даже написал, помню, какую-то статью, ну, такую, ненаучного, понятно, плана, но описал все, что там было на самом деле. Теперь, вот, я хотел бы поддержать в этом отношении, вот, гипотезу, прошу прощения, ни имени, ни отчества, ни заменения, Абчарова. Значит, смотрите, если у вас идет... Абчаров. Абчаров. Абчаров, прошу прощения, да, я сразу извиняюсь. То есть, если идет вот такое синхронизированное излучение клеток, да, то, да, может быть возникновение уже вот на этих пончиках пальцев, так сказать, ну, макроэффекта, в том числе ультразвукового плана. А если у вас возник только такого типа еще и ультразвук, ну, тогда поверхностные волны, там не случайно перемещение по поверхности. И понятно тогда, что подталкивает как бы вот не центр тяжести, а надо, чтобы она начала подпрыгивать, так сказать. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать. Спасибо, спасибо, Михаил Кашенко. Евдокимов, Юрий Кириллович, пожалуйста. Юрий Кириллович, ничего не слышно каким-то странным образом. Микрофон работает, но мы вас не слышим. Да, странно. Мы сейчас слышим. Слышим, сейчас слышим, да. Я видел четыре фактора, которые будут у меня на перемещении. Юрий Кириллович, если можно, не двигайтесь и поближе к вашему микрофону. Да. Вот сейчас нормально. Да, тепловое излучение горячих ладоней, это тепловое излучение будет пропорционально с четвертой степени, если так и относить. Вот такая конвесия теплового благословения. Второй фактор – это ультразвук, это в случае суставы, и пальцы здесь, в случае пальцев, как звуководы, как волноводы. То есть, вызывает концентрирование. Это нескольких десятков благословов, это в случае суставов. Смотрите, теоретически, по-другому, можно сказать, обычно у нас в сухой комнате, в сухом воздухе разные потенциалы, вот на высоте 2 метра, там, 1,5 метра, достигают нескольких тысяч вольт. Скорее, правильно будет, чтобы не сдать браслеты, которые заземляли бы, допустим, вот ее и влагере зарядной. А так, мы с вами знаем, что душ, тарко, то есть, когда у нас волшебы встают и прочее, фасторы могут тоже повлиять. И, наконец, четвертый фактор – это вот дрожжание тела, вот, влагины, это как виброзвонок, когда стелекционная нога сожидит и падает на пол. То есть, эти факторы, вот, вместе, можно управляя, комбинируя, можно сдвинуть эти предметы. Вот я думаю, здесь никакие, что здесь нет, вот, примерно вот так я оцениваю, вот, движение, возможное движение. И вот то, что в вращающий момент вибрационных деталях, вибрационных предметов вверх, как, скажем, колпачок обторучки, да, действительно возникает в вращающий момент и может упасть. Действительно, от вибрации стола, ручка, значит, колпачок будет перемещаться, как вибро, как телефон-то и виброзвонки. Вот, пожалуй, все осталось. Спасибо, Юрий Кириллович. Что-то у вас со звуком очень плохо было слышно. Вы, когда выступали, вопрос задавали, было хорошо слышно. А сейчас нормально, а я вас просил, ну, более-менее поняли. Спасибо, Юрий Кириллович, более-менее поняли. Четыре фактора. На ультразвук, на ультразвук, как бы, решите в основном, так? Это понятно. Спасибо за комментарий. Николай Магнитский, пожалуйста. Добрый день. Вот мне бы хотелось высказать еще одну гипотезу по поводу того, что происходило с Кулагиной. Гипотеза заключается в том, что если признать, что у нас вообще материальных частиц как таковых нет, а все материальные объекты – это тоже волны, то есть волновые образования в эфире, вот то, что у меня, например, в книге написано, именно такая теория построена, то тогда все объясняется. Если у Кулагиной действительно частички некоторые, которые обладают импульсом, с одной стороны, от пальцев таким-то образом образуются и разлетаются в разные стороны, то они могут и создавать импульс, передавать неким движущимся объектам, но могут также и проходить через преграду, как волновые объекты, как волна проходит через волну, одним словом. Это тут никаких противоречий не возникает. Также и через фотопластинки и так далее. И, кстати, тоже объясняется, почему она, например, могла увеличивать напряжение, по-моему, там было сказано, силу тока. То есть тоже таким же образом. Проводимость увеличилась, напряжение оставалось тем же самым, в этом все и было. То есть электроны почему-то отскочили от ядер, понимаешь, там проводимость увеличилась, свободные электроны возникли. Ну вот это гипотеза, если это так признать, то это все можно объяснить, вот эти вещи, таким образом. Вот что я хотел сказать, что я думаю, что на самом деле наука придет к тому, чтобы признать, что никаких материальных объектов как частиц в природе не существует, а все и поля, и материальные объекты являются волнами в эфире, только разными волнами, так сказать, разной природы. Спасибо, спасибо Николаю. Ну, мы его точку зрения знаем, он ее еще раз, он еще раз ее, так сказать, произнес. Ну, она объясняет многие проблемы. Молодец, молодец, он ее продвигает, заставляет думать. Значит, друзья, у нас остался один Влад Жигалов, но перед ним, дам ему сейчас слово, но перед ним я хочу два слова сказать. Я не буду рекламировать свою модель, вот у меня есть модель темного водорода, он называется темным, потому что он не излучает в обычном видимом спектре, вот поэтому мы его называем темным, в оптическом спектре не излучает. И там тоже можно много чего объяснять. В 2018 году я хочу поддержать Никитина Анатольевича относительно того, что, ну, я не согласен с тем насчет Муравьева там нагружать. Грузить надо чем больше, тем лучше, я считаю. Больше фактов, больше соображений возникнет. Но вот идея о том, что нужно бы как-то больше и больше авторов, которые бы занимались неизвестным излучением, вот эту идею я очень поддерживаю. Я, например, в 2018 году еще на конференции последней очной, которая была у нас в Адлере, я там произнес такое выступление в начале конференции о том, что когда мы поймем, что такое неизвестное излучение, мы поймем, что такое холодный синтез. Вот был тезис, который я выдвинул. И еще вот заканчивая, скажу так. Смотрите, ведь вот феномен Кулагиной изучали очень умные люди. Вот один Юрий Гуляев, там чего, Гуляев один, чего только стоит, так? Вот. И остальные, я думаю, тоже вряд ли ему уступают. Поэтому вот эти простенькие идеи относительно вибраций каких-то простых и электрического поля, конечно, они рассматривали и, может быть, даже и более глубоко рассматривали. И, тем не менее, какого-то законченного вывода на всем комплексе явлений сделать не смогли. Я хочу сказать, я думаю, что немножко понимаю, почему они не смогли. Дело в том, что примерно в это время я учился в Толковом институте, Московском физико-техническом институте, и после этого работал в Институте Академии наук в магнитной гидродинамике, где я первый в мире создал программу численного моделирования нестационарного электромагнитного поля, простите, вместе с гидродинамическими явлениями, первый в мире, трехмерную, нестационарную. Так вот, я точно знаю, как плохо люди в то время, да и сейчас, знают, что такое магнитные процессы и как их рассчитывать. Вот если я сейчас спрошу у присутствующих, можете ли вы написать формулу, как взаимодействуют два магнитных диполя? Я думаю, только 10%, наверное, только напишут. И это стандарт. Магнитные явления плохо изучались, плохо исследовались и плохо анализировались. Электрические поля знают намного-намного лучше. Вот. Ну и поэтому надо обратить особое внимание на магнитные явления, когда анализируете вот явления и кулагиной, и неизвестное излучение. Я кончил. Влад, твое заключительное слово. Да, коллеги, большое спасибо за интерес к докладу, за замечания и за вопросы. Буквально несколько реплик, ну, как бы в ответ на замечания, потому что если я не отвечу, я буду плохо спать. Значит, вот Леонид Дорбекович, он, к сожалению, уже, по-моему, отключился. Там вот маленькая была реплика по поводу того, что треки где-то вот в среднем слое возникают. Я говорил только про предположение, что вот только диффузные пятна мы видим в этом среднем слое между дисками этих болванок, а те треки, типичные треки странного излучения мы наблюдаем исключительно на поверхности, потому что и АСМ, и электронный микроскоп, они могут видеть только на поверхности, вглубь они дальше не залезают. Дальше. На реплику Андрея Чистолинова, что Кулагина была осуждена за мошенничество, за обычное мошенничество, типа, что-то деньги брала, что-то доставало. Я хочу сказать, что следующее. Вот то мое утверждение, которое в первом же или втором слайде я говорил, что ее никто никогда в контролируемых условиях, в публичных демонстрациях, в лабораториях не ловил за руку, это действительно так. В постфактум кто-то мог говорить, а, она вот, наверное, там использовала ниточки, а она, наверное, там что-то такое. То есть, ну, это вспоминается, знаете, анекдот там, Рабинович, когда вас не было, вас так ругали, вас так ругали. Боже мой, когда меня могут хоть бить. Вот постфактум можно утверждать самое разное. А вот то, что ее никогда ни разу не ловили на ниточках во время контролируемых проведений экспериментов, где, казалось бы, очень много на самом деле было предосторожности сделано каждый раз, чтобы исключить вот этот момент. И по поводу того, что ее обвиняли и осудили за мошенничество, я хочу указать на некое совпадение. В 64-м году она впервые как бы вышла в публичный свет со своими эффектами. И, по-моему, в 66-м году ее осудили за мошенничество. Это типичный почерк спецслужб, которые борются с людьми, которые им как заноза в одном месте. Я не знаю подоплеку, действительно ли она что-то там кого-то обманывала или не обманывала. Да, была осуждена. Да, потом судимость как бы погасили. И был даже процесс в конце 80-х годов, по-моему, в 88-м, что ли, году. И протокол этого процесса даже был известен, ну, в смысле он был опубликован, когда она судилась с каким-то журналистом из «Человек и закон», по-моему, был, о защите чести и достоинства. И выиграла этот процесс. Там, кстати, очень интересно, как ведет себя Академия Гуляева. Рекомендую, почитайте, как он ведет себя на судебном процессе. Он там как свидетель проходит, что он говорит, ну, это на его как бы совести. Дальше. Достаточно ли тот материал, это вот реплика, как бы, вот с точки зрения, который был у Анатолия Никитина, что достаточно ли сегодня накопленный материал, чтобы нам встроить гипотезу. Чтобы встроить гипотезу, безусловно, всегда нужно встроить гипотезу. Гипотезы обязательно должны быть. Это лучше, чем отсутствие гипотезы. Но достаточно ли он для окончательного объяснения вот всех этих феноменов, я не согласен. Туда же, по поводу вот этой гипотезы, ну, там и чтобы вода участвовала, и некие микрошировые молнии. К сожалению, эта гипотеза, насколько я понимаю, не объясняет те удивительные периодические треки. Возможно, она объясняет вот эти треки-близнецы, но периодические треки, которые я вот на докладах и публикациях, вот эти абсолютно идентичные снимки вдоль каждого периода, на мой взгляд, это не объясняет. Если только не предположить, что эти шаровые молнии, они каким-то образом еще и твердые. То есть это исключительно отпечаток неких твердых микрочастиц. И, наконец, вот хочу сказать, что Ниналья Кулагина, она была, ну, она совершала каждый раз, на самом деле, подвиг, потому что, собственно, она прожила не очень много. Очень многие соглашаются с той точки зрения, что она, ну, по сути, работала на износ. И, ну, хочется как бы поблагодарить ее, ну, разумеется, экспериментаторов, да, которые исследовали, публиковали эти результаты, и как бы поблагодарить ее, что она, ну, по сути, вот свое здоровье положила на алтарь науки. Она сама очень хотела, на самом деле, разобраться, а что же такое она из себя представляет, вот как феномен. Может быть, когда-нибудь мы это разгадаем. Это будет, ну, в том числе и с точки зрения, чтобы почтить, так сказать, ее память, ее вот такой вот подвиг. Ну, на этом у меня все. Спасибо. Спасибо Владу Жигалову за короткое, короткое завершение, потому что выступление-то было опять 12, и он бы мог долго комментировать каждого. Спасибо Владу, спасибо за интересный доклад. У нас сегодня было, ну, были большие, но, Влад, поздравляю тебя, было 54 человека. Это хороший результат. Ну, это, кстати, я об этом говорил немножко, это людям, ну, просто проще слушать простые доклады. Но, тем не менее, Влад, я в самом начале говорил, и повторю это еще раз сам в конце, сближение проблем вот холодного синтеза, с шаровой молнией и с вопросами, которые вот такой вот экстрасенсорные, вот это, возможно, интересное и правильное направление. Молодец, что ты этим, вот эту линию сюда привнес. Друзья, на этом мы заканчиваем. Следующая наша встреча будет... Сегодня день рождения Петра Петровича Горяева. Человека, так сказать, принадлежащему тому же кругу, что и, так сказать, герой рассказа Влада. Ну, вот, предлагаю помянуть. Спасибо. Спасибо, Евгения Егорова, за напоминание. Я этого, к сожалению, не знал. Ну, и, друзья, наша следующая встреча будет через две недели, 15 февраля. Будет очень интересный доклад Баурова, который нам расскажет свою точку зрения на бета-процессы. То есть взаимодействие электрона и ядра он считает основным процессом, который всем управляет. Всем спасибо. До следующей встречи через две недели. Продолжение следует...